МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 26 ноября 2015 года, четверг. По одному из современных календарей, а по одному из древних – 25-й день месяца новых даров, 7524-го лета, неделя. Также сегодня некоторые славянские рода отмечают День Сварога и Семаргла, с чем я вас поздравляю. А мы начинаем эфир, который будет, надеюсь, очень интересный для тех, кто интересуется нашей древностью. И называться он будет так – «Новое видение Велесовой книгой». Главные соведущие – Валерий Данилович Осипов и Юрий Алексеевич Тяжлов. Здравия, Валерий Данилович! Здравствуйте! И здравия, Юрий Алексеевич! Здравия всем! Предлагаю начать еще наш эфир с того, что я озвучу трагическую новость, пришла о том, что сегодня скончалась очень наша известная женщина Светлана Васильевна Жарникова. Наверное, не надо представить, что это была за удивительный человек, но время есть время. Жизнь есть жизнь. Итак, переходим к нашему эфиру. Валерий Данилович Осипов – один из участников знаменитого трехтомного труда «Экспертиза Велесовой книги». И я хочу предославить ему микрофон для того, чтобы он немного рассказал об этом уникальном труде, а именно о своем участии, своем направлении в этом труде. Пожалуйста, предоставляю микрофон. Валерий Данилович, начинайте. Спасибо. Ну что же, вот в начале этого года, собственно говоря, книга была закончена, и читатель ее увидел уже в июне месяце этого года. Два года велась экспертиза Велесовой книги. Идейным вдохновителем, научным руководителем, или, как он себя назвал, ведущим автором, был Анатолий Алексеевич Клёсов. Без него, конечно, экспертиза не состоялась бы. Дальше, хочу сразу описать эту книгу, чтобы у слушателей было четкое представление, что он получит в руки. Читатель получит в руки три тома. Но это не значит, что там три части. В этой книге четыре части. Просто технологически сделали так, что две части поместили в третий том. Итак, экспертиза Велесовой книги это три довольно увесистых тома в твердом переплете. Эти три тома включают в себя четыре части. У названия экспертизы Велесовой книги есть еще одно название внизу «История, лингвистика, ДНК, генеалогия». Это значит, что эксперты исследовали текст Велесовой книги с точки зрения истории, с точки зрения языка знания и с точки зрения новой науки ДНК, генеалогии. Я не стану представлять экспертов. Эксперты по Велесовой книге представлены в самом начале первого тома. Даны фотографии и краткая биография каждого из участников экспертизы. Единственное, что я хотел бы сказать, и это очень важно, что отбор экспертов осуществлялся по двум основаниям. Первое основание это компетентность. люди, участники экспертизы, должны были в состоянии оценить текст Велесовой книги. Это, конечно, очень важно. Но было еще второе основание, тоже очень важно, это независимость. Каждый понимает, что если ученый, даже если он компетентный ученый, он не свободен в своих действиях, не свободен в своих суждениях, если он находится, грубо говоря, на государственной службе. Он занимает определенные должности, у него есть звания, у него есть обязанности, у него есть план, по которому он занимается своей научной деятельностью, у него есть, грубо говоря, строгие рамки от сих и до сих. И многие просто не могут себе позволить заниматься тем, чем хочется. Они занимаются тем, чем надо, чем следует заниматься с точки зрения их начальства. Есть даже крайние случаи, когда ученый вырождается в такого чиновника от науки. Но про это мы говорить не будем. Итак, все члены экспертной группы это независимые и достаточно компетентные исследователи. И еще один момент, тоже довольно важный. пусть не будет ни у кого иллюзий, что в экспертизе приняли участие только 8 человек. На самом деле в этой экспертизе приняли участие десятки людей. Вы не встретите среди титульных фамилий многих исследователей вельсовой книги, но их работы представлены и представлены с достаточной полнотой в той книге, о которой я говорю. Я назову этих людей пофамильно. Безусловно, в книгу вошли все наработки Александра Игоревича Асова. Приняла участие так или иначе Жуковская Лидия Петровна. Огромное участие можно сказать принял Залезняк Андрей Анатольевич. Я не говорю какое именно участие. Критиковал он эту книгу или он наоборот говорил за то, что эта книга полезна и оригинальна и так далее. Я об этом не говорю. Я говорю о том, что Андрей Анатольевич Залезняк очень сильно представлен в данной книге. Куренков Александр Александрович Липатов Александр Тихонович даже Лихачев Дмитрий Сергеевич Миролюбов Юрий Петрович Рыбаков Борис Александрович Парамонов Сергей Яковлевич под псевдонимом Лесной Слатин Николай Владимирович Творогов Олег Викторович Вот эти те фамилии, которые я хотел бы назвать в первую очередь. Теперь о структуре книги. Я сказал, значит, три тома включают в себя четыре части. Часть первая история Велесовой книги и исходные материалы ведущего автора. Собственно говоря, речь идет об обретении Велесовой книги. Здесь вся предыстория откуда эта книга, как она попала, когда она впервые была опубликована. Но эта часть она не очень важна. Она важна только там, где речь говорится об исходных материалах. Вот когда речь уже доходит до конкретного текста, написанного на Велесовице, вот это очень важно. Это тот фактический материал, с которым группа экспертов работала. А все эти перипетии в каком году нашли эту книгу, как она переходила из рук в руки и все прочее. Это просто оставляется читателю как материал, который так или иначе фигурирует, так или иначе в обиходе. Итак, история Велесовой книги и исходные материалы ведущего автора. Это часть первая. Часть вторая. Фрагменты Велесовой книги, множественные переводы, интерпретация. Вот эта часть очень важна. Эксперты исследовали 119 фрагментов из Велесовой книги. Эти фрагменты были отобраны вот по какому принципу. По принципу конкретики. Если в этих фрагментах упоминались какие-то географические названия, какие-то даты, фамилии, то есть тот конкретный материал, который можно проверить так или иначе. Эти фрагменты были снабжены переводами. Участвовали 9 переводчиков, 13 переводов. Переводы сравнивались между собой. Выявлялось то общее, что роднит эти переводы. Были споры в отношении частности, так или иначе нужно переводить то или иное место. И каждому этому фрагменту были даны комментарии. Комментарии всех участников экспертизы. В части третьей экспертизы Биллисовой книги были рассмотрены критические замечания. Критические замечания самых различных критиков, которые подвергают сомнению историчности Биллисовой книги. Причем ни одна веская критика не прошла мимо внимания экспертов. Было выделено порядка 100 критических замечаний очень серьезных, крупных ученых. и каждому критическому замечанию эксперты послали свое видение. Каждому аргументу свой контраргумент. Каждой критике те положительные моменты, которые эксперты посчитали нужным отметить. То есть эта часть это по существу полемика между противниками и друзьями Виллисовой книги. Часть четвертая совершенно уникальна. Эта часть во-первых знакомит читателя с новейшей наукой ДНК генеалогии основоположником которой является Клёсов Анатолий Алексеевич. И в этой части методами этой точной науки неопровержимо по существу доказывается что миграции славян о которых говорится в Виллисовой книге действительно имели место и имели место именно так как описано в Виллисовой книге. То есть эта часть документально подтверждает на хорошем таком фактическом материале материале точной науки подтверждает историчность и неподложность Виллисовой книги. Здесь же Анатолий Алексеевич знакомит читателя таким популярным языком знакомит с основными понятиями своей науки. И еще надо сказать что в Виллисову книгу вернее в экспертизу Виллисовой книги вошел собственно говоря сам текст Виллисовой книги написанный на Виллисовице. Это уже без вторжения туда переводчиков в этот текст без вторжения различных комментаторов и так далее. То есть текст оригинала читатель в этой книге найдет. Ну что вот я в основном описал эту книгу. Хорошо благодарю и предлагаю Юрию Алексеевичу включить наш разговор и что-либо от себя добавить. Здесь хотелось бы добавить несколько моментов. Ну вот уже Валерий Данилович основные позиции по книге рассказал что в каких частях были отмечены какие вопросы вот но я хотел бы остановиться еще на одном важном вопросе это то что Виллисова книга дополнительно еще раскрыла вопрос который ну давно он был подвешен связанный с лингвистическим понятием понятия славян и пришлось этот вопрос дополнительно рассказать в Виллисовой книге хотя и раньше Клесов Анатолий Алексеевич он в своих трудах уже касался этого вопроса но это очень важно потому что речь шла о славянах пять тысяч лет назад раньше лингвисты они буквально могли оценить вот в качестве принадлежности к славян только по лингвистическому признаку наличию языка и углубиться в документальную генеалогию могли ну приблизительно на пятьсот восемьсот лет где-то назад то есть не могли дальше посмотреть и до этого как бы наука считала что славяны не было потому что не было привязки к лингвистике а сейчас Клесов Анатолий Анатолий с помощью метода ДНК генеалогии он как бы восстановил что да вот те предки те группы рода которые описаны в Велесовой книге которые путешествовали по нашей территории перемещались по нашей территории это есть славяне с помощью ДНК генеалогии анализа еще какой момент хотел подчеркнуть какие способы были использованы для оценки достоверности Велесовой книге Валерий Данилович уже сказал что были использованы значит все переводы то есть соответственно все доступные переводы соответственно они были объединены и стало ясно в результате что как бы они достаточно точно оценивают смысл передают смысл того что написано в Велесовой книге и только тогда стало возможно вот выделить из вот этих вот из этих текстов привязки по местности по по именам предводителей чтобы каким-то образом сравнить с другими источниками и увидеть совпадение и один из моментов который тоже кроме ДНК генеалогии метод про который было уже сказано был подтвержден это наличие тех фактов которые не могли быть известны ну как бы фальсификатором то есть как бы предположительно книга была сфальсифицирована подделана но современные исследования археологические раскопки они были тогда неизвестны когда писалась эта книга и когда они уже были произведены стало ясно что вот эти исследователи то есть те кто писал книгу не могли знать об этих конкретно археологических раскопках и чем что подтверждается в общем-то достоверность то есть это кроме метода ДНК генеалогии ну вот немножко вот это я хотел добавить Алексей хорошо хорошо добавил так ну что ж теперь давайте наверное перейдем к тому а что же такое новое видение вели в своей книге ну понятно были до этого споры некоторые доказывали что это все подделка все это ерунда были люди которые говорили нет это не подделка это все очень серьезно вышла экспертиза ну экспертиза это экспертиза понятно научный труд все здорово замечательно а в чем же новое видение в чем оно отражено ну позвольте тогда мне сказать если пословно конечно давайте вспомним Белесова книга начала входить в научный оборот первые публикации ее появились в начале 50-х годов прошлого века прошло с этого времени довольно много времени новые времена новые люди новые времена новые факты новые времена даже новая наука появилась ДНК генеалогия и появилась возможность взглянуть на Велесову книгу уже иначе глазами других людей глазами других вновь обнаруженных фактов и эксперты Велесовой книги попытались совместить старые взгляды на Велесову книгу проанализировав эти взгляды с новейшими взглядами на Велесову книгу мне легче всего говорить со своих позиций я один из авторов и у меня есть свои пределы компетенции поэтому я скажу о своем участии в экспертизе и на своих конкретных примерах покажу в чем же новизна с моей точки зрения новизна взгляда на Велесову книгу новые факты которые вскрылись в отношении Велесовой книги это правильно мы этого в принципе и ждем да значит дело в том что по своей основной специальности я арабист знаю несколько языков английский французский и с начала 90-х годов ну примерно с 91-го года я увлекся древними текстами это прежде всего древние тексты каров их еще корейцами называют кары корейцы это древние тексты этрусков фракийцев и кушан когда Анатолий Алексеевич мне предложил участвовать в экспертизе я сначала испугался потому что не так уж хорошо я знаком с текстом Велесовой книги хотя я был знаком уже к тому времени вот но а потом подумал ну если не я то кто же все таки я занимался очень древними текстами есть у меня наработки серьезные в этом отношении поэтому я вот решил свои силы в этом отношении и попробовать и вы знаете мне это очень помогло ведь Велесова книга это текст написанный до 9 века примерно нашей эры написан он старым языком древним языком а мое еще сильное одно большое увлечение это этимология я написал три книги по этимологии опубликовал а этимология это наука которая позволяет восстановить истинный первоначальный смысл слов выражений и так далее и это было для меня очень большим подспорьем значит когда я говорил о том что у меня есть какие-то границы моей компетенции то тут нужно иметь ввиду вот что я всего навсего языковед значит все что относится к истории к ДНК генеалогии тем более да это не моя компетенция и тут я естественно не выступал и не ничего никаких комментариев я особых не давал попытки были прокомментировать некоторые исторические факты но в основном я занимался языком Велесова книга как известно именно язык Велесовой книги больше всего критикует язык странный необычный ну а почему он должен быть обычным сегодняшним заурядным если это язык старинный если это язык священной книги о священных книгах все старались излагать особым языком языком священного писания знаете как лучше всего сделать я наверное возьму какой-нибудь конкретный пример и на конкретном примере покажу как работает экспертиза вот в частности в моем лице можно и так да да ну скажем можно с чего начать я сказал про язык да но это очень длинная такая история про язык я здесь большой очень комментарий дал для своей книги мне конечно не хотелось бы это пересказывать лучше читатели все это прочитают в самой книге есть вещи иного порядка скажем вот какие ну я уже упомянул что я занимался древними языками древними текстами и у меня есть соответствующие наработки ну вот я возьму сейчас какой-нибудь пример конкретный ну скажем связанный с языком кушан куш это ведь не просто часть северной части Индии часть Афганистана да куш это процветающее царство и я читал два текста на каменных стрижалях один текст из Сурхкатала а другой текст из Работак все это и там и то и другое это на территории Афганистана и когда я соприкоснулся с кушанами то я для себя просто сделал открытие и понял что эта тема вообще замалчивается вы знаете я только у Николая Левашова в книге встретил точное указание на местонахождение рая и как раз одного из таких местонахождений именно в районе кушанского царства и все это было связано в книге с понятием золото золото значит золото у кушан было столько что даже ну трудно представить кушане находились на шелковом пути были и торговали и охраняли эти пути и контролировали их здесь интересные вещи есть перекличка даже с Геродотом еще Геродот отец истории он слышал как он пишет о персах о далекой стране Бактрии Бактрии и Кушане это все одни места север Индии и часть Афганистана он слышал о Бактрии как о сказочно богатой золотом стране сказочно богатой золотом стране вы знаете я сразу перепрыгну практически в наше время и хочу назвать фамилию Виктор Иванович Цариониди это наш крупный ученый академик греческого происхождения он занимался исследованием вот этой древней Бактрии и книги у него написаны и это человек который сделал такую находку он нашел столько сокровищ в захоронении сколько не находил ни один археолог во всем мире ни Шлиман ни кто угодно когда он обнаружил захоронение из нескольких могил Кушанское то сокровища из этой могилы вывозили грузовиками в течение дня все не смогли вывезти там были изделия из золота из серебра из драгоценной камни и вы знаете с этими сокровищами которые он нашел в 1978 году началась ну просто невероятная история они попали сначала в руки правительства афганского потом там началась война потом эти сокровища попали в руки талибана частично частично они попали в руки талибана и талибан значит на этих сокровищ выполнял при помощи этих сокровищ выполнял свои арсеналы потом когда американцы стали контролировать Афганистан они первым делом все эти сокровища вывезли к себе в Америку вывезли в Америку под предлогом что в Афганистане неспокойно лучше это сохранится у нас и мы будем возить эти сокровища по всему миру показывать их и на этом делать деньги будем перечислять афганцам чтобы они восстанавливали свою экономику и так далее вот вы знаете обидно вот что когда я занимался кушанами я понял что кушани во первых никакие не кушани а кошани они сами писали через букву О она точно такая же у них как и у нас сегодня кошани от слова кош кош это ну вот у казаков это такой походный лагерь что ли составленный из обозов кош отсюда у нас много слов там кошевой атаман фамилия кошевой вот вы знаете даже кошка может быть от этого же корня поскольку это домашнее животное оно живет в коше то есть в доме и так далее значит оказалось что кушани не кушани а кошани и оказалось что этот бактрийский язык выдуманный никакой он не вариант персидского а я человек который не владеет персидским языком я смог прочитать эти два текста смог прочитать эти два текста поскольку они написаны на разновидности соловянского языка а сопутствующие факты еще больше меня удивили я никогда не знал что город Кабул например столица Афганистана что у него было древнее название а древнее название у него Капище ну это надо было придумать кому-то чтобы назвать Кабул Капище вот а Сурхкатал ну Сурхкатал никому ничего не говорит Сурхкатал это местечко в северном Афганистане причем название это не на языке Дари не на языке Пушту а это на языке на узбекском языке почему потому что Афганистан многонациональная страна как раз в этом районе жили узбеки и узбеки назвали это местечко Сурхкатал но Сурхкатал переводится на русский язык как Красная Горка Сурхкатал Красная Горка если кому-то это ничего не говорит вот из русских людей то можно усомниться русский ли это человек вот и вот текст из Сурхкатала я своими словами перескажу только некоторые вещи вы знаете это первый-второй век нашей эры я был поражен уму от наших древних предков славян текст заканчивается такими словами что есть мол люди которые думают что нечистая сила завелась под рекой Амударья Амударья названа Аму Аму на самом деле там нет никакой нечистой силы это мы сгубили реку необдуманным отводом воды вы знаете это я не ожидал такого что в первом-втором веке язычники пишут огнепоклонники что мы сами загубили реку и не надо нечистой силы обвинять теперь такой момент значит правитель Кушанского царства называл себя словом Кан 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 это хан мы сейчас говорим хан а болгары они сейчас ханом называют словом Кан Кушано Кан Кошано он Кашанский хан ну текст на камне Сурхкатала он говорит сначала о брате таком династийном кто с кем значит кто жених кто невеста вот и перечисляет разных правителей Кушанского царства и выделяет одного человека в негативном плане как человека жадного и написано буквально вот слова родные когда там смотришь и видишь написано так что этот хан когда решил задобрить бога добрых начинаний то он бросил в костер старого борови старого борова он бросил и бога он не задобрил бог его за это наказал и все это написано нормальными такими славянскими словами я не как переводчик выступил а просто как чтец я просто прочел то что написано буквами которые ну практически совпадают с нашими сегодняшними за исключением нескольких знаков можно их называть там древнегреческими с добавлением знаков можно сказать что-то кириллица с добавлением некоторых знаков ну и другой текст который я упомянул текст из роботака роботак давайте мы сейчас должны прерваться на паузу потому что 30 минут прошло вы запомните то место где остановились мы после паузы мы после паузы вернемся к нему а сейчас я напоминаю что сегодня ушла из жизни Слана Васильевна Жарникова и поэтому я хочу в очередной раз почтить ее память напомню что она была профессором доктором исторических наук основной круг научных интересов ее это арктическая прародина индоевропейцев ведические истоки северо-русской народной культуры археологические корни северо-русского орнамента санскритские корни этопы гидрононимы русского севера обряды обрядовый фольклор семантика народного костюма и много и много чего другого известные люди люди с большой буквой человеки они даже после смерти оставляют о себе очень много хорошего в сердцах живущих людей в своих трудах и в тех выступлениях которые сегодня мы можем послушать посмотреть и хочу я поставить вместо музыкальной паузы одно из коротких выступлений которое как раз будет посвящено доказательствам подлинности велесовой книги давайте послушаем почтим память этой замечательной женщины это аутентичный памятник и никакая не подделка в нем есть такие материалы которых не знали ни этнографы 19 ни 18 ни 20 века в частности там называются четыре главных праздника года это Каледа Яра Красная Гора и Овсень Большой и Малый так вот Каледа это наши с вами зимние святки Яра это наша с вами Купальская Купальский цикл а Красная Гора Красная Горка это Фомино Воскресенье извините сейчас и никакого отношения к древней Красной Горе не имеет потому что все праздники связаны с двумя солнцестояниями зимним и летним и с двумя равноденствиями весенним и осенним у нас с вами Масленица в древности длилась месяц и начиналась с 21 февраля и заканчивалась в ночь с 21 на 22 марта и именно это время было посвящено Красной Горе про матери или тещи что на санскрите значит все он она они оно все это вместе определяется термином теща кому вы ездите на блины к теще а не к теще и к тестью в Архангельской области еще до 50-х годов 20-го века невеста-сирота выходила на распутье трех дорог и обращалась к своей матери моя красная краси горка то есть праматерь никто до того как вашей покорной слуге пришлось разбираться с этими праздниками никогда масленицу Красной Горой не называл а Велесова книга ее так называет в Махабхарате на севере Европы на побережье вот этих наших с вами морей северных находится страна раса-тала раса это название страны тала это земля то есть земля раса раса во всех индоевропейских языках руса значит светлый ясный проясненный есть такой термин реши это семь звезд большой медведицы это семь пропредков ариев но в одном из гимнафрегеды говорится от земли до семи лучистых куповина моя протянулась то есть он мои пропредки я значит от них происхожу дело в том что раса и риши это одно и то же ну а и меняются есть такие такой закон лингвистики как нас называют англичане до сих пор раса совершенно верно сербы сами себя называют рашане или россияне в санскрите в санскритско-русском словаре Кочергиной есть такой термин Русья что значит роскошная прекрасная продолжаем эфир на Народном славянском радио 26 ноября 2015 года четверг по одному из современных календарей а по древнему календарю опять же по одному из древних календарей 25 день месяца Новых Даров 7524 лет створение мирозвездном храме неделя сегодня также отмечается день сварага и семаргла мы говорим по теме новое видение велесовой книги главный сведущий у нас Валерий Данилович Осипов и Юрий Алексеевич Тяжелов прервались мы на том что Валерий Данилович хотел рассказать очередной сюжет пожалуйста предоставляю микрофон можете рассказывать я говорил о бактрийской или кушанской надписи из роботак это на севере Афганистана когда я прочитал ее я понял основное содержание темные места у меня остались некоторые слова я не понимаю впервые я увидел слово арии там написано значит текст основное содержание такое на камне много очень строчек речь идет о том кто как должен исполнять свой отправлять свой культ значит какой культ в каком храме положено исполнять в кушанском царстве довольно такой скучный нудный но перечислены все народы которые вот населяют кушанское царство все племена но как заканчивается этот текст вы знаете просто ну мурашки пробежали по коже четко ясно практически нашими современными буквами написано что все мы должны жить в мире и вот эта вот фраза которая заканчивается в самом низу этот текст все мы от Бога от едина я так понял я так понял должно быть написано все мы от Бога от единого почему ГО потому что там как раз уголок вот этого камня он отколот и это я уже догадался знаете вот когда мы читаем русский текст и там что-то такое не пропечатано еще ну мы догадываемся уже что там должно быть написано но даже пусть не ГО а пусть едино и то еще раз вдумайтесь о чем говорит Валерий Данилович о том что в тексте из Работак на камне в самом низу последняя строчка говорит все мы от Бога от едина скорее всего от едина ГО и это не перевод это именно то что там сказано теперь я сказал что я арабист когда молодым еще человеком совсем молодым оказался в Йемане это юг арабийского полуострова вы знаете мне стали поражать некоторые вещи ну например то что самовар там у них это основной такой предмет быта самовар что самовар называется по-гемански самовар ну то есть не так они произносят они произносят самовыр самовыр но я знал что в арабском языке там и слово башмак и слово сундук там есть много таких русских слов совпадает это меня не очень удивляло вот самовар меня удивил что это Это один из основных предметов быта. Но дальше больше. И там, значит, на юге Аравии есть Солончак, называется Аба-Ар-Рус. Это значит предки русских, отцы русских, но иначе никак это не читается. Я жил в городе Сана, столице Йемана, тогда это Северный Йеман был, еще не объединенный. Рядом район, называется он тоже Беляда-Рус, страна русских. Страна русских. Я говорил с йеманцами, читал йеманские книги, думаю, откуда такое название, страна русских, и это как бы предместие города Саны, столицы. В одной книге я прочитал, скорее всего, это грубые искажения, скорее всего, надо было писать РУУС, то есть Голов, вершин гор, там и вершин нет. То есть я понял, что это, ну, притянуто за уши вот такое объяснение. Теперь йеманцы как-то по-особому относятся к русским. Это у них, ну, просто в крови. Арабов много, если вы знаете, что их, скажем, 22 категории арабов можно выберить, там, по числу стран. Вот. И разная у них психология, разный внешний вид, на разных языках они практически говорят, хотя для нас это все как бы арабский язык. А йеманцы и суданцы как-то по-особому относятся к русским. Какая-то особая симпатия. Вот скажешь, что его зовут Сергей. А, Сергей, Сергей. И сразу улыбаются, такие все довольны. Вот. Значит, какая-то такая вот историческая связь, вот, безусловно, прослеживалась здесь. Ну, поскольку я языковед и этимологией занимался и увлекался давно, стал замечать слова совершенно такие наши, русские, но такие старинные, уже полузабытые. Ну, тут, пожалуй, даже лучше Египет вспомнить. Египетские сказки, когда читал, там, значит, сказка заканчивается такими словами. Наша русская сказка как заканчивается? Тут и сказке конец, а кто слушал, тот молодец. Ну, обычная такая, есть зачин, жили-были, и есть концовка. В египетских народных сказках концовка такова. Тута, тута, хулиса таль-хадута. Тут и сказке конец. Но первое слово, загадочное для египетянина, я спрашивал египетян, что значит тута, тута. Это волшебные слова, сказочные, они не переводятся. Но для меня-то они не сказочные. Если в сказках египетских другое слово мне попадалось, умбаси, умбаси, тоже никто не может объяснить, что такое умбаси. Но это упаси, наша русская упаси, только в египетском исполнении, в арабском исполнении. Больше того, значит, арабы, когда они хотят представить джина, джина, вот как он, джин, выглядит. Вот он из бутылки вылез, да, какой он такой? Они представляют его в виде стопроцентного нашего казака из Запорожской сечи. У него обязательно шаровары огромные, у него, значит, соответствующаяся одежда, облик. А самое главное, у него на голове оселедец. Оселедец. Без оселедца не бывает его. Вы знаете, это воспоминания таких далёких времён. Вот. Просто поражаешься. Значит, то же самое с Саудовской Аравией. Слова там, когда саудовцы меня учили играть в свои народные игры, вот, тоже слова мне говорили. Это волшебное слово, вот в этой игре оно употребляется. Для меня оно никакое не волшебное. В странах Персидского залива, в Объединённых Арабских Эмиратах. Ну, знаете, бочку называют, значит, Кадью. Окно называют, извините за выражение, дырища. Так и называется дырища. Это только побережье Красного моря, в других странах по-другому называют окно. И множество слов, множество слов таких древних, наших, полузабытых. Ну, просто поражаешься. След этот наш, след нашего пребывания там, на Ближнем Востоке, он остался. Я когда читал Ирия Михайловича Лермонтова, то в поэме «Сашка» вдруг наткнулся на такое место, что Лермонтов пишет о том, что наши предки пребывали на Ближнем Востоке, и там, где, значит, сейчас не едят свинину, не пьют вино. Это поразило. Лермонтов знал о том, что наши предки там жили. Да что там Лермонтов? Я, вы знаете, вот есть Лермонтов, всё-таки это высокообразованный дворянин. Есть наш такой народный поэт Клюев. И вдруг я у Клюева нахожу такую вещь. Он пишет о том, что и Финикия, и Менфис – это наши русские места. Да, это Клюев пишет. Очень многое знал Есенин про эти вещи. И вы знаете, поразительно, что мы для себя сейчас делаем открытие. Там, где, собственно, открытие-то не надо было делать. Нужно было просто почитать то, что писали до нас очень многие авторы. Ну, я хочу передать вам эстафету, а потом вернусь тебе. На самом деле, всё очень интересно рассказываете, даже прерывать не хочется. Юрий Алексеевич, если есть что-то добавить, пожалуйста, микрофон передаю. Да, здесь удалось связаться ещё с другими экспертами перед подготовкой к встрече. И Юрий Захарович Максименко, он, не знаю, сможет подключиться, не сможет. Ну, по крайней мере, он таком сказал, что постарается. А Цибуллик Владимир Владимирович, он точно не сможет, он сейчас находится на Украине. И он, как бы, я ему задал вопрос. Он сказал, что, ну, напишите вопрос, и, может быть, я вам отвечу, и вы там используете в своей передаче мой ответ. Я ему задал вопрос, что нового вообще-то в Велесовой книге. Почему вот так вопрос был поставлен? Потому что Велесову книгу проверяли на достоверность. И все факты, которые были, ну, то есть, вот, как бы, даже подход, подход к оценке Велесовой книги, он был с точки зрения, как подтвердить её достоверность. То есть, другими способами оценить факты, как-то ещё расширить эту какую-то фактологию, значит, исследовать ещё книгу на предмет каких-то новых вещей. Ну, так задача не ставилась. И сейчас начинается процесс, вот, как Валерий Даниныч начал рассказывать, что подтверждение везде и повсюду. То, что наши предки там по Велесовой книге ходили на Ближний Восток и ещё там, и они там жили. Это указано в Велесовой книге. В походы они точно ходили туда. И постепенно вот эта вот наша история славянская, она расширяется. И здесь Владимир Владимирович Сыбулькин, он прислал книгу. То есть, они, то есть, ещё есть ряд авторов, которые участвовали в Велесовой книге. Они начали писать не продолжение, а как бы ещё дополнительную оценку Велесовой книги. Называется книга «Велесова книга. Были мифы славянской цивилизации». Автор Сыбулькин, Севальнёв, Сердюченко. Я хотел бы зачитать небольшую цитату из этой книги. Она скоро выйдет, то есть, она ещё не вышла. Мне просто дали её такую копию электронную с возможностью просто немножко рассказать. Значит, книги пишутся. Эта книга – контекстуальная реконструкция. Её основная направленность – предложить пытливому мозгу задуматься не только об отдельных деталях, но и о смысле жизни в целом. О философских вопросах бытия, о временном потоке и оставшихся в глубинах ноосферы и грегорах, где якобы прошлое похоронило своих «мертвецов». Именно в этих энергоинформационных сгустках психоплазмы хранятся в свёрнутом, но неусыпно борцвующем состоянии мысли и чаяния ушедших поколений. На небесах обетованных продолжается невидимая простому смертному борьба, создаются собственные модели и разрабатываются доселе неведомые стратегии. Перефразируя классиков, можно сказать, что всматриваясь в бездну эпох, не следует забывать о том, что и на нас оттуда смотрят миллиарды глаз наших предков. Но говоря о прошлом, всегда необходимо задумываться о будущем, откуда на нас с надеждой взирают наши ещё нерождённые потомы. И вот очень хорошо, что сейчас есть попытки переосмыслить и реконструировать «Велесовую книгу», взять оттуда то, что в ней ещё хранится. И так как Владимир Владимирович Цибулькин, он писал один из интересных таких предисловий, он отметил, что «Велесова книга» делится на три части. То есть сам текст «Велесовой книги» – это историческая, сакральная и поучительная. Я бы хотел немножко остановиться на вот этой части. Историческую часть мы немножко осветили, то есть подтверждение в виде фактов. Светлана Жарникова сейчас ещё раз дополнительно определённые факты перечислила. А вот о сакральной части и о поучительной части в экспертизе не было сказано. Тем не менее, вот это ещё один способ, и как я покажу, это ещё один способ оценки достоверности «Велесовой книги». И почему именно нужно подойти к вопросу о сакральности? Потому что это вопрос, в общем-то, о мировоззрении славян. И книга писалась. А, как известно, древние тексты, вот не только славянские, и вообще те, которые хранятся сейчас, вот достаточно древние, они, в принципе, все имеют поучительный характер. Поучительный и во многом мировоззренческий характер. То есть это их цель была, этих текстов, передать мировоззрение. То есть передать такое назидание и напутствие потомкам. А потому что других способов передать не было. Часть, конечно, у нас есть литературы, например, «Веды славян», которые зафиксировали устные предания. И у нас есть «Веды славян» — это предания болгаро-памагского народа, записанных Верковичем. Где-то первое составлено было в 1850 году. А потом мы изданы в России в 1890 году. И здесь надо отметить, что, в принципе, любой текст «Не возьми», везде вопрос мировоззрения. Теперь тут совершенно, ну, в этом году, в мае месяце была передача на Славянском радионародном с профессором Клёсовым Анатолием Алексеевичем. И он там приводил определенный вывод. То есть он анализировал, согласно ДНК генеалогии, анализировал вот это движение, значит, столкновение между гоплогруппами, то есть родами гоплогруппы Р1А, Р1Б. И подчеркнул такую вещь, что было ментальное противостояние. То есть с одной стороны произошли определенные изменения, то есть в Р1Б, которые перевели на определенное такое поведение, материалистическое поведение, общество такое потребление. А вторая часть Р1А – это было общество мироощущения, миросозерцания. Постарался как можно максимально передать его слова. И, ну, он сделал такое, это его мнение, что, в общем-то, недалеко от действительности. Потому что, когда мы говорим о непосредственно Велесовой книге, то вот этот мировоззренческий фактор, я увидел у разных историков, он, как бы, его, ну, историков, у исследователей Велесовой книги, они его не могут проанализировать. Они не могут проанализировать вот этот сам вопрос, что же это было за мировоззрение. И тут Анатолий Алексеевич сказал, что, ну, это, как бы, уже не наука, наука не занимается душой и нравственностью, этим должна заниматься религия. И вот как раз вот такую мировоззренческую оценку я попытаюсь сейчас дать, мировоззренческую оценку этой книги. Значит, во-первых, там сразу же с первых строк, в переводе с латино написано, что боги завещали славянам мир, нави, яви и прави знать, все вокруг ведать и понимать. И вот в одной этой строчке заключено уже очень много понятий. То есть это глубокое понимание законов мироздания. Вот, все вокруг. И это, как бы, это понимание законов мироздания заключает в себе и понимание такого слова, как бог. Потому что боги завещали славян. И боги нам раскрываются, как предки, завещающие знания потомкам, наблюдающие за нами из сварги синей, космического пространства. Они, благодаря знанию, сами обладают колоссальными возможностями. Этими знаниями владеют не только боги, а весь род. И боги завещают потомкам понимать и ведать. Вот остановимся на понимать и ведать, что это означает. Мало кто задается вопросом, в чем разница понимать и ведать. Понимать – это иметь представление о том, что делается. А ведать, к сожалению, это слово в настоящее время осталось только в сказках. И оно применяется еще в сказках, ну, в таком значении, как видеть напрямую сами действия. Ведаю я. Или, ну, хотя каким образом, например, персонаж мог бы ведать, когда у него, как бы, никакой информации не поступает. И сейчас в словарях, вот я готовился к передаче, и слово «ведать», оно, в принципе, в современных, даже в старорусских словарях, оно еще пока уже имеет смысл знать. Такой же смысл. А кто тогда были те, кто ведали раньше? Оказывается, они занимались ведовством. А вот этот смысл, слово, уже сохранился. То есть его можно на текущий момент понимать как волшба, колдовство, вохование. А это использование так называемых скрытых сил природы. А что вообще можно было сделать, если ты не ощущаешь этих сил природы? И здесь могу отметить, что заговоры, вот, приготовление трав – это всего лишь отголоски знаний. Возьмем, к примеру, сагу о бенглингах. В нем описано бог Один. Его называют богом, но в саге непосредственно он был предводителем, при котором всегда был хороший урожай. И это было очень важно для рода. То есть поля колосились, всегда снимали урожай, погода соответствующая была. И он всегда побеждал. И он, кстати, Один ездил и на территорию современной России, значит, в Асгард ирийский. Ну, это описано в саге о бенглингах. И он, в конце концов, передал знания другим. И до тех пор, следующим потомкам, до тех пор, пока знания не передавались, значит, этот род, он, у него было все хорошо, всегда была, значит, пища, значит, всегда поля колосились. И, в общем-то, жили они, как у Христа, за пазухой, пока эти знания были. Есть указания в Велесовой книге, что славяне были научны богами выращивать растительные, работать с животными и так далее. И вот это слово «ведать», про которое уже говорил, оно играет ключевую роль в понимании вот этого мировоззрения славян. То есть, «ведать» — это непосредственно воспринимать то, что происходит без каких-то, значит, вопросов, там, информационных и так далее. Непосредственно воспринимать стихи, ощущать их и те процессы, которые происходят, сразу, знать сразу. Таким образом, когда потомки не чтят мудрость предков, значит, боги говорили, что стыдятся потомки мир Нави, Прави и Яви знать и ведать. Другими словами, богами была установлена ведическая культура, потому что нужно было ведать больше. И боги следят, чтобы этой культурой придерживались все рода. Они поддерживают только эту культуру. И кто такие боги? Здесь уже говорилось, что боги — это непосредственно славяне. То есть, в Велесовой книге мы писали «мы внуки наших богов, которых славим, мы славяне». То есть, таким образом, книгой поддерживается прямая историко-генетическая связь славян с богами, которые славят своих богов, славят своих отцов и матерей, кои дети богов. И вот из этого всего можно сделать только один вывод, что боги в понимании славян — это люди рода, потому что они вышли из рода. Это люди, которые ведают о будущем, подсказывают своим родам и владеют высочайшими знаниями и возможностями, умеющие их применять и передавать в форме, на уровне простого понимания, простым людям. «Потому славяне славят богов, как предков своих, кто поднялся на уровень творца из рода и творит на его благо, и славяне стремятся быть рядом с ним по уровню». Боги — и это только можно взять из Велесовой книги — это люди, творцы, физически существующие вне физического тела и помогающими роду. Если вы углубитесь в чтение Велесовой книги, вы увидите, что эти все взаимоотношения между славянами и богами они разлиты по всей книге. А если взять, например, такой источник, как «Веды славян», то там есть во второй томе просто потрясающая история про бога Калиду, который, когда создалась ситуация среди славянских родов, когда один род пошел как-то не в том направлении, род юнаков, то возник вопрос у богов, то есть наказать этот род или каким-то другим способом решить вопрос. И бог Каляда, как это называется правильно, возродился. То есть его родили, то есть он реинкарнировался в человека, и впоследствии к нему подошли волхвы и цари, и он начал решать этот вопрос, непосредственно уже родившись в физическое тело. То есть вот этот пример, и вообще то, что написано в Велесовой книге, раскрывает понятие миров Яви, Нави и Прави. То есть мир Яви – это мир живых, то есть люди в физическом теле. Мир Нави – это мир, в котором обитают существа без физического тела после смерти. Мир низкий, неразвитых сущностей. Мир Прави – это мир богов, сущностей, поднявшихся до уровня творцов. Они могут быть как в физическом теле, так и не в физическом теле. Описывается, кроме всего прочего, сама реинкарнация Велесовой книги. Там так пишется, и не умрет во время смерти телес наших. То есть человек не умрет во время смерти телес. Ну, сущность человека не умирает, и они это прекрасно знали. Дальше пишется, допустим, и там прибудет он в Асварге, время то и получит тело новое, и так жить ему в радостях, пристное во веки веков. Юрий Алексеевич, мы переходим сейчас к музыкальной паузе. Вот на этой фразе мы останавливаемся, вы запомните все, что там сказали. И перед тем, как запустить музыкальную паузу, если мы уже говорили о великих просторах Росении, то еще в 1848 или 1849 году Тючев Федор Иванович писал, русская география, Москва и Град Петров, и Константинов Град, вот царство русского заветной столицы. Но где предел ему, и где его границы? На север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временем судьбы их обличает семь внутренних морей и семь великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, От Волги до Ефрат, от Ганга до Дуная, Вот царство русское, и не придет вовек, Как то предвидел дух, и Даниил прилег. Давайте мы сейчас прерываемся на музыкальную паузу, напоминая, что сегодня мы также вспоминаем выдающегося нашего русского ученого Светлана Васильевна Жарникова, которая сегодня ушла из жизни. И поэтому песни будут все связаны с уходом человека из мира яви. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Это наше наследие. Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио 26 ноября 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, а по одному из древних, 25-й день месяца новых даров, 7524 лет, неделя. Новые видения Велесовой книги, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира, главные соведущие Валерия Даниловича Осипов и Юрия Алексеевича Тяжелов. Прервались мы на очень интересном моменте. Юрий Алексеевич рассказывал. Пожалуйста, предоставляй микрофон для продолжения. Прежде чем начнете говорить, напомню нашим радиослушателям, тем, что вы можете принимать участие в нашем живом эфире, тем, что зайдете на сайт славомир.орг, там найдете слово «чат». Если еще не зарегистрировано, то буквально несколько секунд потребуется для регистрации. Латиницей вписываем логин и пароль, не забываем их, и потом в дальнейшем применяем логин и пароль для того, чтобы в чате находиться, переписываться с друзьями и задавать вопросы к нам живой эфир. Также был вопрос еще здесь в чате, почему мы выкладываем в последнее время записи эфиров без музыкальных пауз. Здесь несколько причин есть. Первое, потому что музыкальные паузы, они занимают определенное время, а некоторые сервисы требовательны к размеру, и поэтому, если мы сжимаем эфир, то музыка ухудшается, качество музыки очень плохое, поэтому слушать практически невозможно. А второе, то что некоторые сервисы требуют авторские права, и если авторские права не подтверждаются, то в этом случае удаляется запись с этого сервиса или блокируется. Чтобы избежать этих неприятностей, мы музыкальные паузы убираем. Если вы хотите слушать музыку во время эфира, то, пожалуйста, входите в чат, входите в живой эфир и слушайте во время того, как мы вещаем онлайн. Итак, Юрий Алексеевич, пожалуйста, продолжаем. Так как вопрос стоит о мировоззрении, то следует увидеть, что такое мировоззрение, о котором я говорил, о мирах Нави, Прави и Яви, оно уже существует. Мы можем сравнить с тем, что описано в индийских ведах. Тоже говорится о существовании трех миров. Высший мир, где доминирует благость, средний мир охваченный страстью, низший мир, погруженный в невежество. Вроде как отличается, но я немножко позже приведу цитату одну. Такое сходное понимание мира дает исходную мотивацию в жизни. Необходимо стремиться в мир прави или благости. А для того, чтобы попасть в мир прави, нужно все делать правильно, то есть по закону богов. От корня прав происходит такие слова, как правда, то, что дает правь, управление, исправление правительства. То есть смысл в том, что в основе настоящего управления должно лежать понятие о праве, высшей реальности. И настоящее управление должно духовно возвышать тех, кто следит за правителем, ведущих своих подопечных стезей прави. Общеизвестно, что индийские веды разглашают вечную природу души, которая может существовать в разных телах, как высших, так и низших. В древнерусском источнике вот в нашем Велесовой книге говорится, что праведники после смерти идут на сварку. И они остаются в небесном царстве Перуна яро про отца Ариев. Тем же, кто пренебрегает своим долгом, уготована судьба в низших формах жизни. Как говорит сам Перун в Велесовой книге, станете смрадными поросятами. То есть пребывать будете в миру Нави, где пребывают другие существа умершие. И здесь очень характерна цитата о смерти. Цитата о смерти, которая в Махабхарте существует. Посмотрите, это глубоко мировоззренческая позиция. Сказание о Санат-Судшате. Индийский эпос Махабхарта. О Санат-Судшате. Я слышал, что по твоему утверждению нет смерти. Но ведь боги и асуры соблюдали благочестие, чтобы добиться бессмертия. Так какое же из этих двух утверждений верно? То есть есть смерть или нет? Вопрос стоит. Санат-Судшате сказал, Одни считают, что смерти можно избежать соблюдением основных обрядов. По мнению же других нет смерти. Слушай меня, о царь, я буду излагать тебе, чтобы сомнения твои рассеялись. Оба эти заблуждения правильны, окштарий. Но по мнению ученых, смерть проистекает от заблуждения. Я же смерть объясняю невежеством, а отсутствие невежества я всегда называю бессмертием. Ведь от невежества асуры подвергнутся глибели, а устранением невежества боги достигают положения брахмы. Смерть не пожирает живых существ подобно тигру, ибо сама форма ее не может быть воспринимаема. Таким образом, ну тут еще немножко добавить нужно, что заблудшие люди, пребывая во власти смерти, уходят из этого мира и снова попадают в то царство ямы. Туда же попадают следом их чувства и расстройства. Поэтому смерть принято назвать Морана, умирание. То есть смерть это заблуждение. И как бы этот текст ну практически по сути полностью перекликается с текстом в славяно-арийских ведах. Я почему, как бы, я немножко приведу в пример тут буквально две, два абзаца. Может быть, будет более понятно. И спросили люди громовежца многомудрого, ты скажи нам, Сварожич Поведой, почему служители Бога Единого и странники Божьей путем познания вед хотят добиться бессмертия. Есть ли смерть в мире яви или бессмертно все? Что же из этих двух правда? Отвечал им Сварожич, правильно и то, и другое. Но лишь в заблуждении певцы учат о смерти людей. Я же обманом называю смерть, а не обманом бессмертия называю. И смерть не как рыць пожирает рожденных, воспринимаемо нет у нее формы. Смерть наблюдаете вы в окружении, а для себя вы ее не найдете. То есть, получается, что вот эти три источника, они полностью перекликаются в понимании миров яви, прави и нави. То есть, что, о чем это говорит? Это говорит о том, что мировоззренческая часть, она является одним из самых таких точных оценок достоверности книги. Потому что цель книги именно в описании мировоззрения и передаче этого мировоззрения потомкам. И вот сейчас мы наблюдаем такую картину, что в Белесовой книге описано достаточно подробное, то есть, хотя и даже в нескольких строчках достаточно подробное понимание вот этого взаимодействия между мирами яви, нави и прави, то есть, мира богов и мира яви, мира, в котором люди находятся в физическом теле. И я теперь еще немножко дальше продолжу описание вот этого мира из Белесовой книги, но исходя вот из этих позиций, которые уже сказаны, раскрывается сама вот эта структура взаимодействия с богами. То есть, получается, что боги всегда помогали, то есть, те, кто вышел из рода, боги, всегда помогали своим потомкам, причем не просто помогали, как мы думаем, а в Белесовой книге написано, что это заветы, и они дают сообщения, наставления, а кто не послушается, получает урок. То есть, они следят не просто за родами, отходящими от традиций, они вообще-то мировоззрение держат, которое было принято в родах и которое позволяет тем, кто находится в родах, подняться по эволюционной лестнице. И что включает мировоззрение? Написано, та сила духа, когда даже богиня Мара не сможет, не может пересилить дух русичей. То есть, просто они не могли погибнуть. Противники не имели такой силы, которая давалась богами славянам. Они давали не только силу, но защиту и помощь. Если выполняешь заветы богов, все ладится, а если чужих богов, то даже земля противится. И когда рус крестили, земля сухой стала. Одна из последних записей волхвов. Земля лишилась поддержки. Ну, это же то же самое, в принципе, что в сказаниях Бенглиндах. То есть, это было не просто традиция, это было мировоззрение. Сейчас немножко хочу остановиться на вопросе, что такое треба. Многие не понимают механизм вот этого взаимодействия, и поэтому не раскрывается сама суд. Это пожертвование. И исходя из такого широко распространенного мнения, что есть такой культ почитания богов, что необходимо пожертвовать и так далее, и бог обратит внимание, поможет и так далее. Это необходимо, то есть, это очень узкое понимание. Согласно полному пониманию, то, что человек отдавал, то, что для него ценное богам. И важен был не факт отдачи, а то, что боги понимают, что этот человек полностью осознает, кто такие боги и что они делают для рода. И боги ведают об отношении каждого, ведь о каждом плакивала богиня Желя. Желя и никак нельзя назвать вот такое мировоззрение, когда вся структура вся структура вот этого рода, в которую входят боги и предки, да, она занимается поднятием по эволюционной лестнице всего рода, потому что эти люди уже поднялись по эволюционной лестнице, лестнице, и они заветы дают, как и другим это сделать. И скажем так, очень узкое понимание существует в современной литературе вот этого процесса. И даже вот просто, когда горят сакральное тайное, вот, что это тоже недостаточно, то есть тайное это не то, что, скажем так, раскрывается, да, то есть есть что-то такое, что еще спрятано. Так вот этот механизм, вот этот механизм, в принципе, на текущий момент нам раскрывается через Велесову книгу. И он совершенно, вот, если кто-то захочет подойти к вопросу вот оценки как вот просто культ какое-то поклонение, вот какие-то боги непонятные, неизвестные, то, в принципе, внимательное прочтение Велесовой книги заставит, в общем-то, свое мнение изменить. И вот эти вот мифы о символах поклонения, о стихиях, называния богов по стихиям и так далее. Вообще-то, это боги непосредственно, те, кто поднялся по улице на лестнице, они отвечали за определенные процессы в пространстве, в природе и так далее. И они в роду конкретно были распределены. Еще, что интересно на Велесовой книге раскрываются, это вопрос, ну, он как бы неподробно, но об этом есть упоминание. Что такое темные силы? Вот, например, есть такое понятие, а сколь темный воин? И как сегодня греками просвещен, то никаких русов нет, а есть варвары. И получается, что вот была дана оценка, что же такое темный воин? А что это за грек, просвещение греков? Что это было-то? Это хитрость и ложь, которая объявляется мерзостью у славян. И наши предки нам говорят, так всякий, кто слушает греков, скажет про нас, что мы людоеды. Но это ложная речь, поскольку это воистину не так. Мы имели иные обычаи. Тот же, кто хочет победить другого, говорит о нем злое. И тот глупец, кто не борется с этим, потому что и другие начнут это говорить. Из этого маленького текста можно сделать не просто вывод, что непосредственно наши предки они написали такой текст, чтобы реабилитировать себя. Это завещание потомкам о том, что нужно противостоять лжи. И даже вот просто как бы раскрывая вопросы, связанные с этой мировоззренческой платформой, можно сказать, что ее как бы ну то есть непосредственно вот чтобы раскрыть этот вопрос, ее видят с трудом. А почему? Хотя написано в общем-то прямым текстом написано то есть не просто обращение, а почему боги помогают? Они предупреждают, они ведают, что будет. Что будет? Если не будут действовать потомки, то есть они уже напрямую знают, что если не будут они так действовать, род так, то все, он может погибнуть. Вот. И вот эта вся иерархия, это же целая команда, которая, то есть иерархия богов, целая команда, которая в роду и значит занимается судьбою и во время битвы и после смерти судьбою членов рода. О чем это говорит? О том, что необходимо вот взять сейчас и несколько, то есть те источники, которые у нас существуют, которые есть в разных видах, то есть есть источники как виды славян, есть там слово полку Игореве, есть Велесовая книга, эти источники проанализировать в том числе например мировоззрение и можно уже в принципе сказать, что вот в результате вот этого такого предварительного исследования оценки можно сделать вывод, что это мировоззрение оно присутствует, то есть вот элементы этого мировоззрения во многом присутствуют в индийских ведах и это мировоззрение основано на знании то есть нельзя о нем сказать как о религии хотя об индуизме говорят как о религии но напрямую в этих источниках пишется о невежестве и знании что даже смерть понятие смерти это невежество таким образом можно взять и пересмотреть очень многие вещи которые делали славяне раньше в прошлом и скажем так даже те источники которые не существуют сейчас в оригинале оценить а в оригинале у нас сейчас не существуют славяно-арийские веды и стоит очень серьезный вопрос об исследовании славяно-арийских вед потому что все больше и больше находится не только вот то что я сказал мировоззрение такой платформы в славяно-арийских ведах все больше и больше просто подтверждений и получается такой интересный вывод что в принципе славяно-арийские веды они не противоречат вообще древним источникам которые существуют но славяно-арийские веды находятся в такой же ситуации приблизительно как в лесово книга находилась то есть они тоже объявлены подделкой тоже сказано что это сфальсифицировано а что на текущий момент есть вот в лесовой книге была такая оценка что есть прорисовки есть одна фотография есть прорисовки с каких-то источников других и вот получается так что в принципе восстановится возможно становится возможно подойти к вопросу анализа славяно-арийских вед с точки зрения именно оценки ее содержания то есть вот этого текста который находится в славяно-арийских ведах содержание этого текста огромнейший материал огромный материал там есть рунические тексты там есть тексты сага об англинах тоже самое там есть сказы и вот этот вопрос вот этот вопрос он будет освещен у нас на следующей встрече которая произойдет в субботу в 8 часов будет она называться достоверность славяно-арийских вед поэтому я немножко не буду продолжать я хочу остановиться еще на мировоззренческой части вот то что говорил Клесов Анатолий Алексеевич как бы подтверждается что непосредственно в ну в наших в нашей истории есть вот такая историко-генетическая связь которая связана с теми традициями когда одна часть рода она вот Р1А она занималась немножко другим она соблюдала традиции и благодаря определенной вот этой определенному мировоззрению она сохранилась а другая часть Р1Б она куда-то пропала на достаточно большое время но она потом со временем восстановилась и в Велесовой книге вот очень много событий таких описывается каким же способом вот это значит генотип гоплогруппа Р1А сохранилась хотя все время защищалась и вот как раз вот этот вопрос связан с определенными действиями которые были на благо рода и то есть вот почему уже все-таки она выжила потому что в общем-то с запада произошел определенный перекос и действия пошли которые нарушают традиции рода мировоззрения значит пошла передача власти по наследству возвыситься над другими паразитизм захватить другого зависть в то время как народ на среднерусской равнине славяне они жили по-другому они соблюдали свои традиции а материализм вот у нас сейчас наблюдается в данный момент что общество оно в общем-то разделено и вот эта грань проходит именно по вопросу связанному с паразитированием то есть с тем что кто-то живет за счет других и мы очень хорошо видим вот на текущий момент где темные силы а где светлые силы потому что вот на примере в Турции то что происходит то что сбили самолет мы видим как извращаются факты как выкручиваются значит Обама как значит вот эти вот средства массоинформации дают неточные данные вот и в общем-то это абсолютно созвучно с той ситуацией которая происходила тогда когда греки хитростью обманом проникали и в общем-то мы знали и боролись с этим вот с этими с темными проявлениями с темными силами и вся эта борьба продолжается сейчас а с нашей стороны со стороны России происходит как бы строительство такой позиции светлых сил позиции объединения позиции объединения народов на справедливых принципах существования и в этой позиции огромную роль играет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин потому что уже невозможно строить не строить а даже выжить на тех взаимоотношениях социального паразитизма который выстраивает темные силы и в общем-то паразитическая система которая борется я думаю вот сейчас как раз паузу сделать да мы сделаем музыкальную паузу конечно же вот ты принес последние слова о президенте многие люди не воспринимают его как президента своего но факт есть факт на сегодняшний момент у России другого президента нет даже если вот неоднократно в эфирах мы говорили даже если есть какие-то претензии к президенту Российской Федерации то необходимо для начала посмотреть в зеркало просто элементарно посмотреть в зеркало оглянуться по сторонам и спросить себя а достойны ли мы другого сейчас президента да есть много того с чем можно не согласиться да есть много того что можно критиковать и очень серьезно критиковать но ведь народ всегда заслуживает то правительство которое сейчас у него есть это один из факторов того что вы сейчас собой представляете что наше общество собой сейчас представляет поэтому пенять на кого-то это самое простое более сложно всегда измениться самому изменить этот мир и как только от изменится сам мир тогда и будут меняться все обстоятельства вокруг вас в этом мире в том числе и будут меняться те кто сейчас руководит страной Поэтому можно призывать к революциям Можно призывать к переворотам Получить те революции Перевороты, которые неоднократно уже были В нашем мире Получить те результаты От этих революций и переворотов Которые в недавнем времени Произошли вокруг нашей России Все это увидеть Осознать Если вы не способны Понимать простых вещей Что достоин того, что есть То тогда вы не можете просто элементарно меняться Я не предлагаю призывать За кого-то Или протестовать против кого-то Я просто констатирую факт Сейчас, на следующий момент, так оно и есть Мы прерываемся на музыкальную паузу Но поскольку паузы Наши в эфире Связаны с событием трагическим Уход из жизни Светланы Васильевны Жарниковой То в этом случае я поставлю еще небольшую запись Где будет звучать голос этой На мой взгляд Великой женщины У нас не любят вспоминать Санива Дальвейдера Французского маркиза Который умер, по-моему, в 1912 году Он очень четко говорит о том Что ни греки Ни египтяне Ни древние индусы Ни Передняя Азия Они являются Истоком всех вот этих Мировоззренческих структур И плюс ко всему Научных А он говорит Патриархи Северного полюса Француз Который не заинтересован в апологетике Русской истории Вот это орнаменты Второго тысячелетия до нашей эры А это 23-го тысячелетия до нашей эры Вот А вот это вот Это то, что делали в 19 веке Вологодские крестьянки И Фролов, наш крупнейший исследователь Палеолита Он считает, что это, в общем-то Коды определенные орнаментально Это письмо своего рода Мы сейчас сталкиваемся с тем, что это действительно Видимо, текстологическая часть У нас есть в северно-русских диалектах Такой термин Проставка Или простава Ну, это вот Вот эта вот вышитая полоса Или вытканная полоса ткани Которая нашивается там на полотенце На передник На, может быть, на головной убор На рубашку Мужскую или женскую То есть это то, что защищает человека Потому что орнамент накладывается В очень специфических местах Это плечи Это вот здесь, где руки крепятся у нас с вами То есть рабочие Это запястье Это обязательно у женщины грудь То есть А если она в переднике Так называемой занавеске То есть там вообще Вся воспроизводящая сфера Защищается орнаментом, условно говоря И подол Так вот, этот орнамент Вот этот вот код орнамента Он неизменяем И мы знаем, что у нас В Вологодском музее Есть проставка На которой орнамент Абсолютно идентичный Орнаменту На изделии из кости мамонта Мизинской верхней политической стоянки Это 23 тысячелетия до нашей эры Язык мой Это самый большой Самый старый Самый древний Археологический памятник Можно быть Носителем антропологии Можно... Но есть еще и языковые Вот такие вещи Ушло население Из Гипербореи Назовем ее по-гречески Арктиды Как мы ее сейчас называем Арианавея Как ее называли Древние иранцы Арийский простор Пхарата Как называли ее индейцы Как угодно Ушли И все Но вы посмотрите Что делается В северно-русских диалектах Я уже не говорю о том Что профессор Дурга Прасад Шастре Это один из крупнейших Санскритологов Индии Еще в 64 году Если я не ошибаюсь На конференции В Ахалабаде Это Матхья Прадыш По-моему Штат Он говорил Если бы меня спросили Какие два языка Наиболее близкие Я не задумываюсь И ответил бы Русский и санскрит А если мы посмотрим Нашу северную глубинку Понимаете Там на поверхности Я не лингвист Там на поверхности Лежит санскрит Но если на санскрите Руки Боковая сторона тела Крылья Пакши То и на русском севере Руки это пакши Посмотрим на название Рек Озер Посмотреть Если Сухана Легко преодолимая На санскрите Кубина Извилистая Юга Сливающая Ну так действительно Сухана и Юг Сливаются Двина Крупнейший Выдающийся Болгарский Лингвист 20 века Георгиев Вообще говорил Что такие названия Как Двина Шексна Это индоевропейские Еще не дифференцированные На диалекты Названия И наконец Американский Крупнейший Лингвист Фридрих Утверждает Что в славянских Диалектах Сохранилась Такая архаическая Номенклатура Растительности В частности Деревьев Которая Четко Ложится На индоевропейский Проязык На название Деревьев Индоевропейского Проязыка Из чего он делает Вывод Что славяне В значительной мере Продолжают Оставаться На той территории Которая была Прародиной Всех Индоевропейев Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Живой эфир На Народу Славянского Радио 26 ноября 2015 года Четверг По одному Из современных Календарей 25 день Месяца Новых Дорог 7524 лета Неделя По одному Из древних Календарей Также сегодня Отмечается День Сварга И Семаргла И сегодня День Напоминаю Ушла Светлана Васильевна Жарникова Из мира Яви Думаю Светлую Сваргу Итак Новое Видение Велесовой Книги Такова тема Живого Сегодняшнего эфира Главный Сведущий Валерий Данилович Осипов И Юрий Алексеевич Чажлов Юрий Алексеевич Прервался Для того Чтобы мы Послушали Запись Жарниковой И я предлагаю Продолжить Ему Но не забывать Что еще и Валерий Данилович У нас в эфире Чтобы не скучал Да Я буквально Еще Кое-что Добавлю Значит Что Вопрос Касается Нетекущей Ситуации То есть Это не только Вопрос Связанный С Велесовой Книгой Вопрос Что такое Род И вот Род Сейчас Люди В общем-то Не Понимают Что это Вот Не просто Родственники Это не просто Родственники Это значительно Больше Сейчас Это можно Уже Даже Сравнить С народами России То есть В принципе На текущий момент Генетически Это Во многом Р1 И Что можно Увидеть Что В общем-то Народы Они живут В мире Народы Не паразитируют Друг на Друге Коренные народы России И Мало того То есть И поползновений То нет То есть В этом плане Генетически Вот Эта часть Присутствует То есть Вот это То Говорил Та ментальность О которой Говорил Анатолий Алексеевич Клёсов В общем-то Она присутствует И сейчас А что же Было Раньше Это Никогда Не была Только Генетическая Связь Я же Говорил Что это Мировоззренческий Вопрос Сохранения Рода И весь Род Занимался Сохранением Рода В том числе И боги Это Жизнь Рядом Взаимовыручка Никому не давали Умереть От голода Замерзнуть Без крова Сгореть При пожаре И одновременно Этому Воспитанию По этому Мировоззрению В общем-то Любой Молодой человек То есть Дети Они воспитывались С измольства Если сравнивать Вот В существующих Народностях То в первую очередь Можно сказать Что в казачестве Вот этот процесс Передачи От труда К роду Сохранился Я могу даже Привести пример Этим летом Были встречи С оренбургским Казачеством И там Казаки Они запросто Понимают Что такое Мир Нави Могут общаться С сущностями Из мира Нави В общем-то Ну Это не те Которые христиане Это те Которые Нерелигиозные Казачества И я не удивляюсь Вот то Что Анатолий Алексеевич Там в книге Привел пример Что и Деревянные таблички У них были Вот Что ему писали Казаки Что эти Деревянные таблички Они видели их В детстве Ну Как бы Не могли Перевести Как бы Но Многим Это вот С кем не удалось Общаться Эти знания Передавались С поколения В поколение То есть Вот эта Передача Традиции родовых И воинских Она сохранялась И На текущий момент На текущий момент В чем же оценивается Вот всегда Правильность Правильность действий Вот Ну например На текущий момент Все говорят о нравственности И вот о нравственности Как бы В 2013 году Сказал еще Далай-Лам Он взял такое неожиданное заявление Что Даже Не то что Возмутились Но как бы Поразились этому Религиозные лидеры Определенные Сказал он так Ясно однако Что без соблюдения Определенных норм Поведения Не только человек Но и вообще Живые существа Существовать не могли бы Безудержная агрессивность Убийство Похищение чужого Означали бы Конец живого Уже с самого начала Таким образом Мораль лежит В основе Сохранения Индивида И рода И поэтому Неизмеримо Древнее религии Возникновение Которое требует Достаточно Развитого сознания Как он написан Религиозные тексты Лишь зафиксировали И сакрализировали Уже существующие Этические нормы То есть нормы Существовали Короче говоря Нравственность Совсем не обязательно Связана с религией Не обязательно Входит в религиозную систему Как ее часть А может существовать Самостоятельно Поскольку Ее заповеди Универсальные Специфики Отдельной Религиозной Системы Для чего Нужны книги Для чего Были нужны книги Еще раз напоминаю То что Говорил в самом начале Эти книги Велесова книга Веды Славян Они нужны Для передачи Мировоззрения То есть Они получают Потомков По поводу Того что Происходило На этих примерах И передают Мировоззренческую позицию Вот как К примеру Вот греки Так называемые Которые нам Делали пакости Постоян И книги Нужны Как вот вчера Во встрече Говорил Александр Юрьевич Хиневич Они не дают Готовое содержимое А каждый Должен задуматься О том Что написано Они дают Понимание И задуматься Он должен Над своими действиями И ключ Ко всему В обществе Это действие И мы ждем Например В обществе Не мифического Какого-то Проявления Совести И чести А то есть И не разговоры О совести И чести А действия Которые связаны С совестью И честью Поэтому Эти действия Они еще Должны быть Осознанны То есть Человек Просто сразу Должен Понимать Что он делает И должен Понимать Все что Произойдет Если он Поступит По другому И недостаточно Сказать Вот нашему Какому-нибудь Представителю Цивилизации Делай так И так Если он Будет Делать это Без Понимания То Не будет Того То есть Для цивилизации Не будет Того Развития И вообще Как бы Такого Витка Который Даст Новое Состояние Цивилизации И она Именно тогда Является Цивилизованной Когда все В цивилизации Понимают Что Что Какие действия Необходимы Вот именно Вот это И происходило То есть Вот эта Передача Понимания Происходила В родах Славян То есть Все было То есть Все элементы Были И цивилизации Важны были Не размышления И не идеи А именно Действия Разумные Действия Которые Меняют Судьбу Родость Судьбу Общества И вот Это Как раз Не поняли У Николаевича Левашова Вот этот Путь Развития Человека А он Говорил Очень просто Потому что Мировоззренческой Позиции Что все Оценивается И анализируется По действиям А не По словам Вот Эта Мировоззренческая Позиция Вот Эта Позиция В обществе Сейчас Отсутствует Вот Я Вот Этим Хотел Подвести Вот Мою часть Благодарю У нас Еще есть Несколько Минут До Музыкальной Паузы Поэтому Я предлагаю Валерию Даниловичу Включиться В наш эфир И Каким-то Образом Прокомментировать Или от себя Что-то Добавить А может Продолжить Ту часть Заготовок Которые Он придумал До того Как в эфир Юрий Алексеевич Немножечко Мои мысли Направил Чуть-чуть В сторону Но я Овернусь Вот К чему Поскольку Я Назван Экспертом По вересовой Книге И поскольку Я сделал Очень серьезный Вывод о том Что это Никакая не подделка Что это Оригинальные Тексты Очень важные Исторические Тексты Я Должен был Объяснить Слушателям Почему Откуда у меня Такая убежденность А убежденность у меня Такая Вот откуда Я Уже сказал Что где-то С начала Девяностых Годов Я Вплотно Занимался Древними Текстами И получилось Так что Я стал Соприкасаться С такими Знаниями Которые Отражены В деле Своей книги И Я еще Для себя Такое Открытие Сделал Что Мои Недавние Предки Тоже Очень многое Знали О Наших Миграциях Славянских И Писали об этом И к сожалению Я Узнал Об этом Только в очень Таком Зрелом Клюево О которых Я говорил Наш Русский Народный Из народа Поэт Клюев Он Сказал Такие слова Я буквально Читаю Мемфис И пурпур Финикии Сквозят Берестою Россию Вдумайтесь Мемфис Это ведь Каир Это Египет Финикия Это то Откуда Сейчас Взлетают Наши Бомбардировщики Это Побережье Сирии Мемфис И пурпур Финикии Сквозят Берестою Россию Это сказал Современник Сергей Есенин И Сергей Есенин Про это Знал И знал Клюев Может потому Его и заклевали Извините За тавтологию Что он Такие вещи Говорил А вот Александр Сергеевич Пушкин Тоже был Просвещен В этом отношении Я Своих Каров Я их называю Своими Карами Корейцами А Кары Корейцы Это Страна Кария Древняя Страна Кария Это Побережье Турции Турции Это Запад Турции Лидия Мизия Кария Флигия Это все Наши Славянские Древние Такие Страны На побережье Турции На запад Так вот Я про Каров Узнал В очень Зрелом возрасте А Пушкин Знал об этом Чуть ли не с детства Когда В Саркосильском Вице Обучался И у него Даже есть Стихотворение Про Карию Вот Значит Стихотворение Называется В Роще Корейской В Роще Корейской Вот Для Пушкина Журчание Ручейков В Карии Я напоминаю Территорию Турции Нынешней Это было Что-то родное Свое Близкое А древний Карий Он читал По-гречески И полюбил Эту страну Которую Населяли Наши Долетки И предки В Велесовой Книге Говорится О миграции Славян Я уже говорил Что я соприкоснулся С бактрийскими Текстами А это территория Северной Индии Были Предки Славян И в Северной Индии Были они В Средней Азии Потом они Перешли На Ближний Восток А я Арабист И соприкоснулся С Ближним Востоком Вплотную Это часть Моей судьбы И вот То По крохам Накопленное Знание Вот Мое О древнем мире Оно Полностью Совпадает С тем Что я Прочитал Потом Вересовые книги И потом Углубился В эту Вересовую книгу В качестве Эксперта Вот Мое Пребывание В Египте 2002 Год Я Уже К тому Моменту Знал Что Недалеко От пирамид Гизы Великих Есть Подземный Храм Это Деревня Абусир У меня Была Возможность Я так Думал Возможность Личные Знакомства И все Проникнуть В этот Храм В этом Храме Подземном На каменных Скрижалях Были изображены Наши предки Мужчина Женщина Это Открытие 1968 Никакие Фальсификаторы Версовой Книги Не могли Знать О том Что В 1968 Году Откроют Подземный Храм Недалеко От пирамид И там На этих Плитах Много Надписей Надписи Сделаны Чуть ли не Нашими Сегодняшними Буквами Много Я прочитал Много Попытался Опубликовать И опубликовал Про тех Жекаров А Кария Это Страна Как я Сказал В Турции Я могу Сказать Вот что В 1961 Году В 1991 Году Я впервые Опубликовал Мое первое Прочтение Корейского Текста Надгробная Плита Четкими Буквами Никаких Сомнений Никаких Переводов Ничего Я читаю И там Написано Хороню Здесья Никифора Адуева Адуевого Сына Ковпакова Ковиданца Я не изменил Ничего Написано Еще раз Повторяю Хороню Здесья Никифора Адуевого Сына Ковпакова Ковиданца Это написано Почти что Русскими буквами В пятом веке До нашей эры На территории Турции Это так называемая Надпись Искавна И вот с тех пор Никто мне ничего не сказал Правильно я прочитал Неправильно прочитал Но меня убеждать уже не надо Потому что я прочитал уже Много таких надписей И зная о том Что я читаю правильно Ничего не искажаю А читаю Буква В букву Вот Пушкин Александр Сергеевич Для меня было открытием То что На территории Древней Греции Жили раньше Пелазги Что Пелазги Были не греками Что вся культура Древней Греции Мифология в том числе Это все унаследовано От Пелазгов И передано нам уже На греческом языке И я когда начал Там встречать Богов древних А все боги древние Так называемые Древнегреческие боги Они почему-то Голубоглазые Светлые волосы У них У них Светлая кожа Вот И для меня это была Неожиданность А Пушкин Об этом уже писал Раньше Пушкин писал Раньше Вот он Например У него есть стихотворение Дорида Дорида И в Дориде Он пишет Что Вот смотрите В Дориде Нравятся мне Нравятся мне Локоны золотые И бледное лицо И очи голубые Видите У богини Что ему понравилось Это свое родное Хотя он сам Может быть Так и не выглядел Но ему это очень понравилось Что боги-то все были Прославянские Это были Пелазги Так называемые То есть Догреческое население Греции Также я занимался Фракийцами Я прочитал Текст на Золотом перстне Это чуть ли не единственный Текст на фракийском языке Четкий Ясный Каждую букву Там понятно Там Подтасовать мне Ну никакой возможности Не было Потому что Там есть еще Акростих По первым буквам Каждой строчке Тоже идет текст То есть Он настолько сложный Настолько емкий Настолько важный По содержанию Это я опубликовал И на русском языке И на английском языке Вот И я могу Об этом говорить Это уже Специальная такая Тема Ну Теперь я говорил Что я языковед Что я занимаюсь Словами Этимологией Вот когда я был В Египте Ну вы знаете Невозможно пройти Мимо таких слов Как Дариба Вот говорил Георгий Алексеевич Треба 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 Да Треба Сейчас она Звучит по-арабски Только она Звучит немножко иначе Дариба Это значит Налог на что-то Это когда что-то Нужно отдать за что-то Дариба И треба Когда я вижу Как в этом потоке Огромном Многомиллионного Каира Мчатся машины И написано на номерах Машина Мири 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 Это значит Общественный Это на номерах Машин Мири От нашего слова Мир Номеру И смерть Красна И таких вещей Масса Как валюта У них называется Фунт На что делится На гроши Эрш По-египетски Грш Грош По-сирийски И так далее Вот она Финики Вот он Египет А Вильсова книга Как раз об этом и говорит Что мы были там Мы были И в Ираке Мы были в Сирии Мы были в Египте В Ираке Все эти территории Древние Они как бы Взывают к нам Загляните в свою историю Смотрите Ведь это вас касается Напрямую Если мы Вот Русские Боремся сейчас С экстремизмом С терроризмом Именно на территории Сирии То мы боремся На территории Которую Мы ведь раньше Населяли Пусть не очень Продолжительное время Но мы были там И это наши Родные территории Особенно то что Связано с Финикии Потому что Финикийцы Насколько я понял Это никакие Не древние Семиты Как это могли Пастухи Которые Пригнали На эту территорию Своих коз Как они вдруг Внезапно Стали мореходами Чтобы стать Мореплавателем Нужно уметь Изготавливать корабли Нужно знать Навигацию Нужно знать Массу вещей Скотовод знает Свои дела Знает Как ухаживать За животными И все прочее Но внезапно Народ не может Превратиться Из скотовода Который вышел Из Из аравийского Полуострова Вдруг В морехода И Называть Все Средиземное море Наше море Ну я На этом Хотел бы Маленькую паузу Тоже сделать Хорошая пламенная Речь Мне так понравилась Дело в том Что без эмоций Нет поиска истины Я не могу Спокойно Говорить о том Что меня действительно Волнует Просто как человека Вообще По этому направлению Надо делать Отдельный эфир И Так Раскрывать Нет Это не вопрос А так Реплика От Александра Вот такой Комментарий Получил при распространении Информации Об эфире Вконтакте Велесовой книге Никогда не было Ажиотаж И прочая Безумица Связанные С геополитической Диверсией Какая экспертиза Вы серьезно? Я когда зашел На страничку В принципе Все стало понятно Его интересы Взгляды Ну Обычное Потребительское Такое Увлекательное Отношение К жизни Человек Занимается Своим делом Вот Поэтому Не удивлюсь Если Славянская Древность Это как Что-то чуждое Да и вообще У каждого человека Есть свои взгляды Есть Своё Мировоззрение Поэтому Не стоит Так Обращать внимание На чьи-то Высказывания Ну мало ли кто Что сказал Разные люди Ходят на этой земле У каждого Есть Своё Представление Об этой жизни Свои интересы Поэтому Давайте более Спокойно Относиться Ко всем Высказываниям Я думаю Что Ничего в этом Страшного нет Ну Есть такое мнение Есть Ладно Продолжаем Наш эфир Тем что Переходим На Музыкальную Паузу И Поскольку Наш эфир Посвящен В частности И тому Что Произошло Сегодня Напомню Что Светлана Васильевна Жарникова Ушла из жизни То песни Я буду ставить В эфир Который Так или иначе Связан с этим Итак Музыкальная Пауза Народная Славянская Радио Пора Просыпаться Продолжаем Эфир На Народном Славянском Радио Напомню 26 ноября 2015 года Четверг По одному Из современных Календарей А по одному Из древних Календарей 25-й день Месяца Нового Дорова 7524 Лета Неделя Новое видение Вересовой книги Такова тема Сегодняшней нашей беседы Валерий Данилович Осипов Главный Соведущий И Юрий Алексеевич Тяжелов Ну что ж Если есть что-то Добавить Например Юрий Алексеевич То давайте Добавлять Потому что Еще кое-какие Вопросики Есть в эфир Ну с вашего Возрешения Это Осипов Да пожалуйста Я мог бы просто Привести пример Того как Мы Аргументируем Аргументируем Свои взгляды Я говорил Что Если Это можно Можно это сделать Да? Да естественно Нужно Ну хорошо Я сказал Что в Белесовой книге Читатель найдет Порядка Ста Цитат Самых Веских Критических Цитат В адрес Белесовой книги И Каждый Вот этот Аргумент Каждую Такую цитату Мы Внимательно Изучили И противопоставили Свои Аргументы Аргумент Контраргумент На сегодняшний день Главным критиком Белесовой книги Является На мой взгляд Андрей Анатольевич Залезняк Академик Залезняк Это ныне Здравствующий Академик И К его мнению Прислушиваются Очень многие Это очень Серьезный Исследователь Крупный Ученый И Авторитетный Ученый Поэтому Каждое Сказанное им Слово Требует К себе Внимания Я приведу Коротенький Пример Потому что Я сам лично Полинизирую Тоже с ним Вот например Критика Номер 70 У нас такая есть Порядка 70 Значит Цитата Сначала идет Цитата Цитата Залезняка Велесова книга Является Подделкой Так как Ее жанр Резко Отличается От жанра Летописи Эпоса И гимна И еще Он сказал Так И написал Жанрова Велесова книга Чрезвычайно Резко Отличается От Подлинных Летописей Подлинного Эпоса И Подлинных Религиозных Гимнов Это вот Буквально Его слова Что я В этом отношении Могу сказать Вот Давайте так Подумаем Если это Не летопись Не эпос Не гимн Ну почему Тогда язык Велесовой книги Непременно Должен соответствовать Именно Летописи Эпосу И гимну А если это Не летопись Не эпос Не гимн Летописью Принято Называть Произведение Древнерусской Словесности В котором Исторические События Описываются По годам По летам Отсюда и название Летопись Летопись От слова Лето Год А вот Византийские Летописи Принято Называть Хрониками Западно-германские Виноваты Западно-европейские Средневековые Летописи Называются Словом Аналы Тоже От слова Год Со значением Год Так вот Велесова книга Это не Летопись Вы знаете Первым по-моему Ошибочно назвал Ее Лесной То есть Парамонов Он один из первых Кто опубликовал Велесову книгу И он назвал ее Летопись Это ошибочное название Да Велесова книга Это ведь не эпос Хотя эпических Черт Велесовой книге Тоже очень много Это не торжественная песня Которую мы называем Гимном Это не гимн А жанровые Принадлежности Велесовой книги Можно говорить Можно спорить Но К сути Это дело Это не имеет отношения Подлинное Неподлинное Это просто название Мы должны придумать Какой же это жанр Вот Что для меня Вот странно здесь Странно то Что о неопределенности Жанра Велесовой книги Заговорил Именно академик Залезняк Кто он такой А ведь он Знаток И исследователь Слова о полку Игоря Вель Произведение В высшей степени Неопределенного С точки зрения Жанровой соотнесенности Вот смотрите Сам автор Слово о полку О полку Игореве Он как будто Нарочно нас начинает путать Что же это за жанр Он Значит Так говорит Автор слова О полку Игореве Назвал его Во-первых Словом Это слово Потом он называет Песней Начато Жесятые Песни И так далее То есть Второй раз Он уже называет Не словом Слово произведение А песней Потом он называет Это же произведение Повестью Почнем же Братья Повесть Сию Тут подождите Почему вот Жанровая самобытность Слова Полку Игореве Это хорошо А жанровая самобытность Велесовой книги Это почему-то Непременно плохо Вот это пример Такого двойного стандарта Вот когда Каждая лыка В строку Ну это недостойный Такой прием Для объективного И непредвзятого Ученого Вот С моей точки зрения Текст Велесовой книги Можно отнести К жанру Которую я бы назвал Предание Жанр Предание То есть К таким Священным Сказаниям Которые передавались Из уст в уста От поколения К поколению И сообщили Сведения Об исторических Событиях Прошлого О верованиях Там предков Вы знаете Тут вспоминается Пушкинский эпиграф В поэме Руслана Людмила Пушкин как написал Дела давно Минувших дней Предания Старины Глубокой Предания А предания Это не мифы Не легенды И тем более Это не сказки Вот давайте Назовем преданиями И кончим Спор о жанрах Вот это пример Такой критики Которую мы даем Ну в частности Я давал Возражая На аргументы Других исследователей Верию в свою книгу Хороший ответ Скорее Иллюстрация Да Просто я Примером решил Ведь можно Правила объяснять Словами А можно сказать Например И после слова Например Тоже Правила можно Объяснить Так вот и здесь Одним примером Я пытался Показать Как мы возражаем Критикам Верию в свою книгу Хорошо Юрий Алексеевич Что-то есть добавить? Да Есть немного Вот как раз К вопросу Когда называют Бред Верию в свою книгу Вот Я еще могу Дополнить Значит Как Культуролог Известный Клеем Который спорит С Клюсом Анатолий Алексеевич Он говорил То есть утверждает Просто он пишет Это есть Переписки Там у них Что Ну не может быть У славян Вот так все хорошо Ну не может быть И все То есть вот это Его аргумент Что у славян Должны быть Междуусобицы И это То есть вот такая Его оценка истории Что вот Непременно Вот должны быть Междуусобицы А если написано Вот как славяне Живут единым родом Как они побеждают Как они Это Боги им помогают Это Слишком хорошо Но Вот это слишком хорошо Кстати Есть и В саге Об эндлингах Что интересно Тоже там все Неплохо Когда Боги помогают И когда вот эти знания Есть в роду Ну и тут Недавно Была как раз Такая же Интересная новость Что там На Северном Кавказе Отрыли захоронение Такое большое В том числе Там стояла колонна То есть Прямо в захоронении Где-то там В ущелье Ну вот Стояла колонна Интересно было То что это Где-то Четыре тысячи лет До нашей эры И Интересна была Оценка Как раз Отклеена Он сказал Ну и что Вот я считаю Что вот такой подход Вот это Как раз и есть Бред То есть Это ответы Не ученых Это ответы Людей Которые Как бы Которым неприятно Определенные факты Просто еще раз Так в этом Как раз и заключается Суть Того Что наши Многие Сограждане Не могут Понять Что Гражданство РФ Оно Может Объединять Себе Многие народы Наша страна Многонациональная Хотя говорят Что Русских Пока еще Большинство Около Шестидесяти восьми А некоторые говорят Еще больше Хотя Это надо Под вопросом Сейчас ставить А так ли На самом деле Потому что Данные нам Приводят старые А с учетом Той рождаемости Которая сейчас Последние десятилетия Есть в нашей стране То я уже могу Под совлением Поставить Так ли это на самом деле Ну ладно Дело не в этом Так вот Страна Многонациональная А раз так То у каждой Национальности Есть свои Эпосы Свои предания Свои взгляды Естественно Каждый народ Хочет сделать так Чтобы его предания Его эпос Его какие-то Взгляды на жизнь В каком-то случае Были более важными И в этом Нет ничего удивительного Я например Очень сильно бы удивился Если Чукча Стал бы Чтить предания Папуасов Больше чем свои А Папуас Например Предания Американских индейцев Больше чем свои Поэтому у нас Есть народы Которые считают Что они Наиболее Главенствующие Что ли Над другими Их Предания Более важны Для других Потому что Через эти предания Можно достигать Тех целей Которые Когда-то Ими были поставлены Или перед ними Были поставлены Вот этого Нельзя исключать И поэтому Когда кто-то Вам говорит Что Ну отрыливает столб Ну и фиг бы с ним Да ничего такого Подумаешь Мало ли что Ну нашли там Русские письмена В пустыне Аравийской Да господи Что Мало ли там Чего такое Пошутил кто-то Да и вообще Не находили ничего Тут вот есть вопрос Такой что Евгений задает вопрос А можно узнать Где встречается Сочетание Сотворения мира В звездном храме В каких источниках Вот какие соображения Есть по этому вопросу Кто-то может мне сказать Из присутствующих Юрий Алексеевич Валерий Данилович Может быть Что-то скажете По этому вопросу Еще раз напомните Эти слова Евгений написал Что А можно узнать Где встречается Например Такое сочетание Сотворения мира В звездном храме Ну вот мы часто Говорим Что лето Такое-то Такое-то От сотворения мира В звездном храме Ведь раньше Скажем так При Иване Грозном Сотворение мира Писали А в звездном храме Уже упускалось И на каких-то Например Саркофагах Ну того же самого Бориса Годунова Там есть От сотворения мира Но в звездном храме Там отсутствуют И вот Евгений спрашивает А где еще Встречается Сотворение мира В звездном храме Вы знаете В языческих Таких Текстах Встречается Правда Вместо В звездном храме Слово Черток Употребляется Черток Это Созвездие Как бы Звезд Созвездие Вот Я когда Занимался Богом Вересом То Я узнал Что у него Есть свой черток На небе И так далее Ну Бог Верес Не за созидание Он больше За загробный мир Отвечал За богатство За достаток За загробный мир Но у каждого Бога был Свой черток Может быть Бога Сварога Имели ввиду Когда имели ввиду Вот я могу Только добавить То что Вместо Звездного неба Так Широкого понятия Может быть Слово черток Когда встречается Это да Встречается В разных Таких Языческих Текстах Священных Ну опять же Эти тексты Они известны Только тем Кто глубоко Умеет копать А если мы говорим Про современность То мы видим Что и слово Черток Не употребляется Редко Кто-то Может Его встретить И тем более Звездный храм Мы уже говорили Неоднократно Что множество Было календарей На Руси Россия Вообще Была очень Великая страна И по разверам Своим Вот даже Если прочитать Того же самого Тютчева Федора Ивановича То там указываются Четкие границы В которые Россия Вся входила И карты Тартарии Тому подтверждение Поэтому Народностей И родов Существовало Множество И в разные Времена Существовали Различные предания Потому что Происходили Какие-то Катаклизмы На земле Где-то Что-то Терялось Где-то Что-то Извращалось Может быть Какие-то Нововведения Были И бывало Так что У этого рода Вот такие Предания А у соседнего рода Вот такие Предания Хотя они Когда-то Вышли из одного И через Сто тысяч Лет Естественно Что Эти предания Будут Углубляться Именно в своем Направлении И утверждаться В своем Направлении И поэтому Если сейчас Мы не встречаем В Звездном храме Это не говорит о том Что когда-то Его не было Это первое Второе Ведь то Что связано С большей Древностью Нежели чем Разговор про Ивана Грозного Или про Князя Владимира То там Все это Стирается Уничтожается И в прошлой Передаче С Александром Юрьевичем Мы как раз Говорили о том Что библиотеки Горели неоднократно Множество раз Цари Собирали Старые Письмена И больше С тех пор Никто не видел Эти письмена Куда они делись Никто не знает А взамен Их появлялись Новые Новые Переписанные Исправленные Работали Целые Бригады Переписчиков Так что Здесь ничего Удивительного нет Юрий Алексеевич Что-то может Скажете Да Я добавлю По этому вопросу Дело в том Что я специально Пытался найти В церковной Литературе Там сотворение Мира Есть Но старых Текстов Отсканированных Нет Ну то есть Буквально Заглянуть Глубже Не удалось Просто Они это все Ничего не Выкладывают Это в их Собственности Находится И так далее А вот Где возможно Это Мелькало И Значит Это возможно В Советском Союзе В исторических Учебниках Учебниках По истории Тогда Не было Такого Ограничения И В упоминаниях По Вот этому Календарю Проскакивала СМЗХ Ну то есть Без расшифровки То есть Аббревиатура СМЗХ Присутствует А расшифровки Никакой нет Да И Ну тут еще Как бы Что можно сказать По этому вопросу Сотворение мира Как мы уже знаем Было очень давно Потому что Мы нашли И 25 тысяч Летние останки И 45 тысяч Летние останки Уже дело идет К 50 тысяч Годам В районе Костенки Вот Поэтому Уже никто не думает Что 7 тысяч 524 года назад У нас было Сотворение мира Вот Поэтому Как бы Осталось только Такие документальные Источники Найти Я думаю Их удастся найти Вот А кстати Как я уже говорил Достоверность Славяно-Рийских Вет Может быть Доказана Другими способами В которых Есть упоминания О событиях В том числе Вот сотворения Мира В Звездном Храме Вот И И это Как бы Прибавит Достоверности И старому Календарю И вообще Всем тем событиям Которые Происходили Тогда Кстати Напомню Что мы Через день Послезавтра Будем Как раз Эту тему Поднимать Про достоверность Славяно-Рийских Вет Так что Наши радиослушатели Запаситесь терпением И послезавтра На эфир Не забудьте Прийти И пообщаемся Так Продолжайте Ну вот Еще хотел Добавить Что Вот Что удивительно Да Есть реакция Определенная Смотрите Она закономерная Как бы Неоднократно Встречаешь Просто надпись Велесова Книга Подделка И все Это выдумка И так далее И аналогично По славяно-Рийским Ветам Точно так же Говорят А копнем дальше И виды Славян Выдумка Короче Все выдумка А заметьте Мы сейчас Вообще Не касались Религии Мы обсуждали Историю Славян Которая Была до Прихода Христианства И мы ничего Не выдумывали Абсолютно А брали информацию Из достоверных Исторических документов Из достоверных Вот Валерий Данилович Он кстати Сейчас Сказал Что Вот Те части Которые он читал В Египте Они хранятся В хранилищах То есть Их не показывают Сейчас Вот Это просто Доказательство Того Что Эта позиция Вот Это все Выдумки Она просто Поддерживается Вот такой заговор Существует Сейчас ему слово Передам Да Пожалуйста Значит У меня В 2002 году Были личные связи С директором Национального музея В Египте Это очень крупные фигуры Эти крупные ученые Все прочее Ну Чаем он напоил В своем кабинете Вот Говорит Все Вам покажу Даже можно Фотографировать В комнате мумии Там где золото Хранится Все Пожалуйста Но Подвал Я вас не пущу Значит Там где хранятся Вот эти корейские надписи На каменных скрижалях Вот это все Нельзя Вот То есть Дали Нам Нас было 6 человек Дали Хорошего Гида Но Так я ничего Не увидел Когда я приехал На место Этого храма Я напоминаю Это деревня Абусир Абусир Совсем недалеко От пирамид Гизы Ну что оказалось Запретная зона Запретная зона Охраняется Военнослужащими Ну Я сказал Что Ученые Хочу Посмотреть То Все Они Все понимаем Нельзя И предоставили мне Как бы Такую Утешительную премию Спустили меня В подземный храм Но там все было Египетское 9 метров Значит Под землей Все египетское Неинтересное было Теперь значит Другой момент Я когда Прочитал Бактрийские надписи Стал переписываться В Лондоне Есть такой ученый Он Всемирно известен Именно занимается Значит Бактрийским Языком Он ездит по разным странам В Японии выступал В Америке Там в разных странах Выступал Вот Начали мы с ним Переписываться На шестом письме Все заглохло Почему Потому что я сказал Да я вот читаю И читаю по-славянски Все Интерес ко мне Был полностью потерян Понимаете Я начал Так сказать Скромно Что давайте Не кушание А кашание Там и все прочее Вот И таких вещей Ну Очень много Очень много Как только Заикаешься о том Что Это имеет Какое-то отношение К славянству Все Значит Вся толерантность Западных ученых Она тут же куда-то Испаряется Это я уже Я уже сейчас Не пишу никуда Вы знаете Еще не пишу Вот по какой причине Вот болгарам Я написал Такой есть сайт Староболгары На английском языке Дал им статью Как они Обрадовались Как они Значит Я про монеты писал Кушанские монеты Вот Там такие подробности Они считают Что кушание Это как раз Староболгары И вы знаете Одно мое слово Взяли все-таки Заменили в статье Вместо Славяне Написали там Староболгары По-английски Ну мне тоже Там неприятно Понимаете Что каждый Тащит одеяло На себя Все-таки Шире нужно На вещи Смотреть Нас славян Много И то Что не сохранилось У нас Сохранилось У украинцев У белорусов У поляков У всех Понимаете Надо как-то Единой семьей Жить Не считать Что Самое важное Это македонцы Вот Александр Македонц Македонский И македонцы Самое важное А македонский язык Болгары говорят Нет такого языка Потому что Староболгарский И старомакедонский Это один и тот же язык Вот начинаются Дрязги И так далее То есть Вот понимаете Здесь такой момент Такой Как сказать Политкорректность Приходится соблюдать А с другой стороны Уже Нужно говорить Просто называть Некоторые вещи Своими именами Меня вот критиковали Много раз За то что Вместо того Чтобы сказать Да это по-русски написано Я пишу там Разновидности Славянского языка Ну 2500 лет назад Ну какой был русский Если слово Полку Игореве Это написано На языке Который был общим И для белорусов И для украинцев И для русских Вот Ну как можно говорить О русском языке Там Это был славянский язык Шире нужно смотреть Просто на вещи Вот такой мой Комментарий Небольшой Тут Аркуинон написал Тут играем Тут не играем А тут мы рыбу заворачивали Как это В юмореске Знаменитый Валерий Денис Так вы Включайтесь У меня вопрос есть Такой вот Дело в том Что когда я разговариваю С узбеками Таджиками Татарами Ну людьми Которые здесь Вот в России Сейчас встречаются Бывшие СНГовцы Так называемые Да Бывшие СССРовцы СНГовцы Теперь И вот Задаю вопрос Скажите пожалуйста А у вас есть Такие Даты Как например Девять дней Или Сорок дней Они говорят Да 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 Есть такое Девять дней Я говорю А что с этими днями Связано Все как один Говорят Это связано С смертью В эти дни почитают Вот там Девятый день почитают Сороковой день почитают Некоторые говорят Что это связано В том числе И с рождением После того Как ребеночек родился Вот 9-40 дней С христианами Разговаривают Тоже там Женщина после 40 дней Только может Церковь нести Ребенка крестить Потому что Есть такое вот Ну поверение И поверие Что вот за 40 дней Душа укрепляется В теле Вот вопрос Как человеку Знающему Арабские обычаи И традиции Если там По южнее 9-40 дней Я писал О Сороковине В своей книге Единый язык человечества В 2003 году Меня заинтересовало Слово Карантин Откуда пришло Такое слово Пришло оно Из Италии Потому что Карантин По Итальянски Означает 40 дней Сороковина Когда корабли Пребывали в порт Очень-очень давно То Их выдерживали 40 дней На рейде И не пускали В порт Боялись Болезни Потому что Тогда страшные были Болезни Чума Холера И все Прочее Почему именно 40 дней Вот меня тоже Заинтересовало Почему именно 40 дней Выдерживали Карантин И вот Как-то в беседе С моим Другом Врачом Я вдруг Выяснил Что за 40 дней У нас Меняется кровь В организме Красные Белые Кровяные Тельца Меняется По существу Кровь Значит Этот срок Сороковина Он Сороковина После смерти Он Отмечается Практически Во всех Наверное Религиях И это Наблюдение Человечества Не отдельного Какого-то народа А люди Давно поняли Что на 40-й день Что-то Происходит И вот У Юрия Шилова В прародине Ариев Я читал Он говорит Что я убежден Это Юрий Шилов Я убежден Что душа Не сразу покидает Тело А она покидает Его постепенно По этапам И есть вот такие Этапы Как 9-й день 40-й день И душе Нужно помочь Покинуть тело Поэтому тризну Мы справляли И там Игрищи были И состязания И пиршества Да Мы помогали душе И покинуть Бренное тело Вы знаете Поделюсь я Сокровенным Раз уж На эту тему заговорили Нигде я не публиковал Этого Недавно я тоже Для себя это открыл Жизнь-смерть Да Первая Сура Корана Сура Фатиха И вот Там значит Говорится Даруй нам Сырат Даруй нам Прямой Четкий Сырат Слово Сырат Больше 40 раз По-моему Напоминается В Коране Сырат Это Не просто Путь В рай А С четкими С четкими Такими Свойствами Он Тонкий Как волос Даже тоньше Человеческого волоса Он соткан Весь Из света Так По нему Праведник Только может Пройти А если он Не праведник То он свалится И попадет В ад В преисподнюю Это я вам Рассказываю По представлениям Арабов И там есть еще Интересные моменты Что Почему у них Курбан Байрам Вот это называется Айдаль Адхаль Мубарад По-арабски То есть Праздник Жертвоприношения Зачем Баранов-то режут Каждый Зарезанный Баран В этот праздник Он дает Дополнительную Опору Как арабы Мне объясняли Значит Когда идешь По этому Тонкому Как волос Прямому пути В рай То Чтобы не оступиться Можно оступиться На это животное Справа Слева Сколько ты баранов Успел Зарезать Настолько будешь Наступать И вот теперь Самое интересное Самое интересное Это то Что все это есть В русских Народных сказках Что там В русских Народных сказках Есть Путь На тот свет По веревочке Тонюсенькой Светленькой И чтобы Обязательно Присутствует Какой-то Животный Помощник Ну разве Такие детали Совпадают Разве Это Простое Совпадение Этого же Не может быть То есть Я что хочу сказать Что Когда пристально Вглядываешь В чужое То и свое Начинаешь Замечать Понимаете Вот такие вещи Это Отдельная Тоже тема Очень серьезная Вот Кстати Это слово Сэрат Не арабское Оно явно Не арабских корней Я знаете Вот лично Его Со Со словом Стрит Английским Это путь Дорога Теперь вот Такой момент Смотрите Муди Написал Книгу The Life After Life Жизнь После жизни И он написал Там порядка Трехсот случаев Клинической смерти Но люди Умершие И возвратившиеся С того света Говорят Одно и то же Узкий Светлый Туннель Туда К светлому Существу И так далее И так далее Вот он Сырат Мустахим Прямая дорога В рай Светлый Туннель Ну Физиологи Там по разному Объясняют Почему у людей Такое видение И так далее Но опять же Это все Не случайно Значит Что я хочу сказать Сура Фатиха Начальная Сура Корана Там Человеческий Опыт Там Сгустки Человеческого Опыта И вот этот Сыратарем Мустахим Это никакая Не сказка И в русских Народных Сказках Вот эта Дорога в рай По узенькой Веревочке Это тоже Никакая Не сказка И вот Я когда Соприкасался С древневреческими Мифами Они же Пелоскийские Как я Говорил Вы знаете Понемногу Начал понимать Мифологический Язык Когда сказано Одно И надо Понимать Не буквально А нужно Быть более Развитым Человеком Вот И тогда Это тоже Отдельная Тема Я боюсь Увлекусь Я здесь Не хочу О этом Говорить Ну вот Такой Комментарий Извините Может быть Длинноват Затянулся Понятно Значит Сэрат А если Говорим По украински Сэ Ну это Ра Это понятно Что такое Да Тетвердо То получается Что в общем-то Корешки Это не совсем Те О которых Говорят Братья наши С востока Так вот Подводя итог К нашему Сегодняшнему Вот этому Получасию Когда Евгений Зал вопрос Про звездный храм Где в каких Источниках Очень много Подтверждений Те которые Невозможно Убрать Переписанием Каких-то летописей Или книг Или уничтожением При помощи Зубила Каких-то Скрижалей И так далее И тому подобное Есть просто то Что хранится В народе А в народе Хранится 40 дней И 9 дней А насколько мы Понимаем 40 и 9 дней Относится к одному Из древних Славяно-арийских Календарей Когда жили люди 9-ти дневной Неделей И по 40 дней Был месяц И как мы видим Не просто так Ученые говорят Что за 40 дней Происходит Обновление крови За 9 дней Происходит Вот это За 40 Вот это Так что Хотите Вы это Не хотите Но эта Привязка Она Существует К нашим Генам И ее Невозможно Уничтожить Только если Вместе С нами Переходим К музыкальной Паузе И дальше Продолжим Продолжаем Живой эфир На Народном Славянском Радио Новое видение Велесовой Книги Главный Соведущий Валерий Данилович Осипов И Юрий Алексеевич Тяжелов 26 ноября 2015 года Четверг 25 день Месяца Новых Даров 7500 24 лет Неделя Напомню Что сегодня Стала В нашем Явном мире Светлана Васильевна Жарниковой Поэтому Песня Мы включаем Определенного Содержания И Я предлагаю Уже Подходить С сегодняшнему Нашему Завершению Эфира Если есть Какие-то Дополнения По сказанному То Валерий Данилович И Юрий Алексеевич Пожалуйста Включайтесь Если нет То можем Некоторые вопросы Обсудить Которые поступили В нашем Чате Напомню Что чат Радио Находится На сайте Slavmir.org В ПСКВ И системе В любой Или Гугле Или Яндексе Можете набрать Народное Славянское радио Не ошибетесь Slavmir.org Дальше Ищите слово Чат Нажимаете Если зарегистрированы Были Вводите Свой логин Пароль Если еще Не зарегистрированы То зарегистрируйтесь Латиницей Придумайте Логин Пароль Только не забудьте Пожалуйста И сможете В дальнейшем Уже Это имя За собой Так сказать Забронировать И пользоваться Им Вот И здесь Сразу такой вопрос Был даже Не вопрос А реплика О том Что вот Впервые Сегодня Я узнал О вас Это Александр Написал Александр Узнал сам Помоги другим Узнать Если видишь Что интересные Полезные Темы Для Всего Славянского Мира И для Всей Рассеи И для Всей Земли Поднимаются То делись С друзьями Не будь Жадиной Иначе Если сам Не поделишься То как Тогда узнают О хорошем деле Итак Валерий Данилович Юрий Алексеевич Какие-то Есть Дополнения Может Что-то Нужно Еще Сказать Пожалуйста Не стесняйся А вот Хотел Посоветовать Обратиться К лесовой Книге По поводу Того Что же Делать Вот тут Был вопрос Собаки Толают Но вот Вопрос Жизненный Почему Люди Верят Или Не Верят И Ключевым Для Мировоззрения Для нашего Славянского Является Действие И Как бы Я уже Зачитывал Эту Цитату Но я Сейчас Еще раз Ее Прочитаю Было Сказано Что Тот же Кто Хочет Победить Другого Говорит О нем Злое И тот Глупец Кто Не борется С этим Потому что Другие Это Начнут Говорить Так Они Уже Начали Это Говорить Так Что Тогда Нам Предки Завещали Взять И Начать Рассказывать Про своих Предков Правду А не То Что Про Них Говорят Злое Вот И Это Очень Важная Вещь И Дополнительно Могу Сказать Что Так Приходит Понимание Что Люди Развиваются Через Действие И Тогда По действиям Можно Всех Как бы Увидеть Всех Абсолютно Любого человека Верует он во что-то Не верует он во что-то Вопрос Которые мы сегодня Обсуждали В том числе Вопросы Связанные Там С процессами Выхода Сущности Из тела Он тоже Об этом говорил Вопросы Девять дней Сорок дней Последнее обращение К человечеству Надо выполнять Завещание Которое нам Дали предки И Очень много Вещей Которые Написаны В Велесовой Книге Они просто Задают Просто Позицию Человек Вот Просто нужно Внимательно Прочитать Что такое Светлые силы Что такое Темные силы И тогда Не будет Дополнительных Вопросов А сейчас Просто идет Очень такая Красивая картина Расстановки То есть Если Раньше Темным Удавалось Маскироваться Под какие-то Светлые Намерения Там и так далее То сейчас Не удается И в том числе В России Не удается Поэтому Все Будет Оценено По действиям Вот еще Валерий Дмитриевич Данилович Да Сейчас Валерий Данилович Пока подключается Кнопочку нажимает Микрофон Включает Я хочу сказать Очень часто Говорят Что Ну вот Там Доказано Такое Библейское Писание Доказано Другое Писание Кого-либо И Все время Нам Преподают Начиная Наверное Даже с Десадовских Времен И заканчивая Университетами О том Что вот такие Греки Были велики Вот такие Иудеи Были велики Вот такие Там Рабы Были велики Ну и так далее А славяне Ну это так Не пойми кто Приживальцы На этой земле И Ничего-то у них Своего не было И когда начинаешь Говорить Ну как же не было И вот это было И вот это Говорят Ну это все сказки Выдумки Я говорю Ну ладно Давайте так Это пускай и сказки Но это мои сказки Они мне ближе Чем сказки Других народов Поскольку Мне никто не показал Оригинал Каких-то священных Писаний Других народов Для меня Это сказки Но сказки других народов Пускай они будут сказками Для тех народов О которых они говорят Почему я должен Не верить Даже в свои сказки А если это подтверждается На всех уровнях И честными учеными И Другими какими-то Сказителями То Почему мне Это нельзя верить Почему мне Кто-то имеет право Запретить Верить В свое Изучать свое И в конце концов Распространять свое Ведь существует В конце концов В России 28 статья Конституции Где сказано Что я имею Исповедовать Любую Религию Как самостоятельно Так и с другим Или не исповедовать Вообще никакой Мне никто не имеет Права навязывать Никто не имеет права Запрещать что-либо Причем там не сказано Только о религии Там говорится И прочее И иное И иное Вероисповедание Так что Друзья мои Никто не имеет Права Мне запретить Верить Изучать И познавать Свою древность И если кто-то Мне Например Запрещает что-либо Через то Что запрещает Писание Мое древнее Я считаю Что это нарушение Конституции На той территории Которая Сейчас называется Российская Федерация Вот так Пожалуйста Валерий Данилович Ну я как бы Уже последнее Такое слово Скажу В заключение У меня Во время выступления На Славянском радио У меня не было Желания И цели Такой Убедить В чем-то Слушателей Не убедить А Мне хотелось Пробудить Интерес к теме Может быть Побудить Людей Задуматься Я хотел Вбросить Какие-то факты Чтобы люди Задумались А может Быть Это На самом деле Есть Такое понятие Истина И мы очень часто Пользуемся этим словом И не вкладываем Настоящего смысла В это слово Ведь Истина Она В целом виде Никому Не открыта Истина Есть Бог Говорят Бог Есть слово Бог Есть истина Это абсолют Это как горизонт К которому Стремишься Но его никогда Не достигаешь Поэтому То о чем Мы сегодня Говорим Это Относительная Истина Научная Истина Какая-то Промежуточная А в науке Не бывает Финиша Не бывает Конечного Результата Что вот Все мы теперь Познали И так далее То есть К чему я призываю Задуматься О том Что такое Велесова книга Кто прав Кто говорит Одно Кто другое Про нее Ну как Французы говорят В этом отношении Так Медите Медите Анкор Медите Тужу Размышляйте Снова Размышляйте Все время Размышляйте Вот Трудная Самая трудная Работа Это Думать И Своё мнение По какому-то вопросу Вынести Как правило Люди как-то с охотой Присоединяются А вот Академик сказал К этому академику А вот Такой ты сказал И присоединяются То есть Ну если ты человек Ты должен какое-то Своё мнение иметь По каждому вопросу Знаете Вот я не знаю Может быть я смазал Сказать впечатление Но Это моё убеждение То что имеет человек Вот За своей душой Это правда Это та правда Которую он выстрадал Он выстрадал Вот у него есть жизненный опыт Он с кем-то там общался Что-то читал Да И он какой-то правде к своей пришёл Но это ещё не истина Это не абсолют Вот У одного из писателей наших русских Хорошее сравнение Оно мне очень нравится У тебя правда У него правда Вот у этого человека правда И они как мышата маленькие Если мы этих мышат соберём В одну большую кучу То слона-то у нас Не получится То есть Я что хочу сказать Что если люди Все будут Задумываться То В общем-то Они придут К одним и тем же выводам Потому что В принципе Мы все земляне Мы все В одних и тех же условиях Живём Если мы будем Широко мыслить То мы придём К хорошим Правильным выводам А предки наши Жили много-много Тысячелетий назад Они накопили Огромнейший опыт Мы-то живём Наша жизнь Краткосрочная Очень Не успели прийти В эту жизнь Уже надо уходить Другим Уступать дорогу Поэтому Многотысячелетний опыт Который В частности В Вересовой книге Имеется Его нужно Во-первых Познакомиться с ним Вынести своё мнение По этому вопросу И я уверен Что тот Кто прочитает Вересову книгу Обогатится духовно Хорошо И ещё несколько вопросов И реплик Которые были у нас Сегодня в чате Я зачитаю И после этого Уже будем заканчивать эфир Когда я говорил О трагическом Событии Сегодняшнем Напомню Что Светлана Васильевна Жарникова Ушла из жизни Из яви То Аркуино написал Почему же трагическое Ведь трагический взгляд На смерть Навязан нашим народом Последователями Греческой религии У наших предков У славян Всегда знали Куда и почему Уходят люди после смерти Поминали пемнием Гимнами Пославлениями Радовались Что человек В светлый мир Сварги ушёл Что же тут трагического И Дальше ему ответ Идёт Светогора Трагическая смерть Это навязывание страхов Лютобор Трагедия есть Она была крупнейшим Специалистом Пойди найди Таких ныне Что касается Когда я сказал Слово трагическое Естественно Что это Нововведение Слово греческое Трагедия Это песня козлов Переводится Естественно Что Когда уходит Какой-то человек В земной путь Заканчивает Ничего трагического Здесь не может быть И с точки зрения Пения козлов И с точки зрения Того Что уже было Навязано нам Человек окончил Свой земной путь Перешёл ту меру Которую он Должен был прожить И чем больше Светлых дел Он сделал Тем светлее Будет его путь В иной мир И светлее Будет восхождение Быстрее По золотому пути Восхождение души Это само собой Слово трагически Я в данном случае Применил Потому что Для меня трагично Что я Не знал лично Этого человека Несколько раз Пытался выйти на связь С Светланой Васильевной Через многих Помощников её И предлагал сделать Живые эфиры Неоднократно На что Помощники Мне отвечали Что для неё Это будет неинтересно Вот для меня Это является Трагическим событием Поскольку Я не познакомился То для меня Это трагическое Такое представление И не более того Вот Дальше По тому Что кто-то там Что-то писал Виталий написал Ну Собаки лают Но не вопрос Собаки лают Ветер носят Как говорит Одна из арабских пословиц Вот И дальше Георгий В Юникоме Сгорели документы Связанные с Виллисовой Книги Разговоры о том Что сгорела Сама Виллисова Книга Сильно преувеличена Да это был пожар Такой Не так давно Когда полыхало Здание Известной библиотеки В Москве И мы Вчера в эфире С Александром Юрьевичем Вспоминали об этом Что неоднократно Горели Вдруг ни с того Ни с сего Библиотеки В разных местах Где какие-то Таились Знания Ну Что есть То есть Другое дело Что Семена Они В нас Находятся В генетическом Состоянии И невозможность Из нас Память Генетическую Выдавить Вместе с нами Да Возможно Уничтожить Но вопрос Позволит ли это Наши прачуры Выгодно ли это Тем Кто Этот мир создавал Если мы себя ведем Как Овцы Бараны Которым все равно Как жить на земле Тогда да С нашей Так называемой Славянской цивилизацией Все ясно Ежели мы живем По заветам предков Но тогда Кто Против нас Кто против нас Если мы на стороне богов Давайте подводить итог Пожалуйста Юрий Алексеевич Я как раз хотел добавить Что Если приведены аргументы И эти аргументы Не оспариваются Вот как Говорил Николай Викторович Левашов То Человек должен поменять Своё мнение То есть в том числе Ученый должен поменять Своё мнение То есть он не может Оспорить просто Эти аргументы Вот Если этого не происходит Получается так Что любой Наш документ Это как Лакмусовая бумажка Отношения К славянской истории К нашему прошлому И так далее И вот Велисова книга Она уже Лакмусовой бумажкой Стала Давно Вот И На ней Проявилось Очень многое На ней Проявилось отношение К истории К истории Славян И вообще К славянскому народу И Я считаю Что необходимо Изучать И дальше продолжать И чем больше людей Будет знать про это Тем больше Найдется подтверждений Потому что Сейчас Начинается Эпоха Скажем так Её можно назвать Не учёных Потому что Учёные Просто не признают Факты Просто Ну Они просто Не признают Вот Такие Как бы там Как академик Залезняк И всё Не признают Значит Наступила эпоха Тех Тех Любителей Даже Любителей Которые Становятся Исследователями И ещё Один хороший Пример Вот Валерий Данилович Говорил про Коран И Любители Начали Делать Переводы Карт Которых Не было Переводов Карт То есть Огромное Количество Карт На которых Есть Масса Информации И Там Есть Информация О том Что Была Какая-то Библия В Средней Азии Которая Называлась Нарок А Нарок Если наоборот Прочитать Это Коран Вот Это В качестве Дополнительной Информации К тому Что Говорил Валерий Данилович По поводу Того Откуда Взялся Откуда Информация Взялась А Когда он Говорил Про Вот Эту Нить И В сторону Рая Как По Этой Ните Пройти Имеется В общем-то Соответствие С тем Что Говорил Я Перед Этим По Поводу Прави Нави И Яви Вот Потому Что По Этому Пути Не Так Просто Пройти Эволюционному Пути Ну Это Отголоски На мой Взгляд Вот Всяк Очень Много Вещей Это Просто Отголоски Того Древнего Знания На Который Мы Еще Будем Говорить Субботу И Надо Изучать Всю Нашу Древние Источники Потому Что Уже Получается Даже На Основе Двух Трех Источников Уже Получается Довольно Так Ясная Картина Вот А Когда Ищешь Что Можно Найти Совершенно Неожиданных Местах Как Клесов Анатолий Алексеевич Подсказал Нам Через ДНК Генеалогию Которую Подтвердила Очень Много Уже Из Исторических Фактов Очень Много Поэтому Всем Успехов В изучении Голосуйте За исследования По Славяно-ирийским Ведам Которое Происходит На сайте Возможно В чате Кто-то Напишет На каком Сайте Это Происходит Там На сайте Выложено Огромное Количество Материалов Подтверждающих Достоверность Славяно-ирийских Вед Поэтому Всего Хорошего Спасибо Всем Успехов В деле Изучения Нашей Истории Славян Следите за Анонсами Мы Выкладываем Эфиры Вернее Анонсы на эфир За несколько Дней Так что Не забывайте Заходите На сайт Радио В анонсы Там все Написано Валерий Данилович В заключении Какое-то пожелание Нашему Радиослушателям От себя Скажите Пожалуйста Я скажу Так Есть такая Шутка Что Мужчины Любопытны Точнее Не так Женщины Любопытны А мужчины Любознательны Вот Я Хочу Пожелать Всем Радиослушателям Быть Любознательными Много Интересного Можно узнать О своем Прошлом Это значит Познать Самих себя Как древние Нас учили Познай Самого Себя Если ты не знаешь Кто ты Откуда ты То Жизнь Вряд ли Удастся То есть Будем Интересоваться Своей историей И Будем Улучшать Свою Сегодняшнюю Жизнь Благодарю В заключение Тоже Кое-что Скажу Сейчас идет Наверное Уже Не надо Скрывать Идет Война Война Со всем Что не угодно Тем Кто владеет Миром А не угодно Им то Что Есть тот Народ Который Не подчиняется Живет Свободно Живет Не по воле Какого-то Хозяина И Рабовладельца А по воле Своих родных Богов По воле Тех Кто здесь Все это сотворял По тем заповедям Которые нам Оставлены Вот это не угодно Всегда писали О славянах Что славян Невозможно Победить Славянина Можно только Уничтожить И До тех пор Пока жив Хотя бы один Славянин Живет Весь Славянский мир Когда Одерживают Малую победу Отнимая у нас Малую часть Нашего прошлого Это Неприятно Но Приходит Время Когда Ранее Потерянные Плацдармы Мы начинаем Отвоевывать Мы их Забираем Обратно Мы восстанавливаем На них Жизнь И это Может быть Бесит Тех Кто Очень Не любит Нас Не любит То что мы Существуем На земле К чему Это все Говорю Сейчас Каждый Из нас Должен Понять Невзирая На то Нравится Ему К примеру Велесова Книга Или Не нравится Нравится Ему Веды Славян Или Не нравится Нравится Ему Славяно-арийские Веды Или Не нравится Придерживается Леон Каких-то Языческих Обрядов Ведических Или Староверческих Или Родноверческих Надо Понимать Что это Все Тонкости И мелочи Которые Можно Сравнить С возней Мышат В копне Сена Мы Все Объединены Более Важным Более Ценным И ранее Были Объединены И сейчас И будем Объединены Потом Это Наше Общее Наследие Это Наша Генетическая Общность Давайте Строить Совместный Славянский Мир На этом Брат Ты Мне Или Не Брат Хочешь Ты Жить По Совести Или Не Хочешь Живешь Ты По Совести В ладу С природой Значит Ты Мне Брат Хочешь Ли Так Чтобы Не Было Страданий На Земле Чтобы Все Было По Праве Значит Ты Мне Брат А Вот Какие Там У Тебя Взгляды На Богов Как Ты Называешь Их Как Ты Называешь Свою Папу И С Мамой Это Твои Личные Дела У Нас Есть Общее Ведическое Древнее Наследие На Основе Этого Наследия Строятся Все И Религии И Мировоззрение И Философия Так Что Давайте От Этого Отталкиваться Если Сейчас Мы Не Соединимся Раздавят Каждого Как Прутик Отдельно Вытащенный Из Какого Большого Веника Сейчас Не Время Сражаться За Какие То Свои Глупые Предубеждения Сейчас Время Объединяться Если Вдруг У нас Отнимают Какую То Часть Нашего Наследия Даже Если По Каким То Причинам Вы В ней Сомневаетесь Это Говорит О том Что Кому То Она Встала Поперек Горла Как Кость Это Означает Что Это То Что На самом Деле Является Чем То Нашим Родным И Поэтому За Это Необходимо Сражаться Алягер Кам Алягер Говорят Французы На Войне Как На Войне Так Вот Помните Об Это И Знаете Это На Войне Необходимо Помощь Друга Плечо Товарища Необходимо Знать Что Тебя Не Сдаст Твой Близкий Человек Вот За Это Держитесь Будете Держаться Выживем Не Будете Держаться Раздавят Нас Как Тараканов На Семь Я Своим Прощаюсь Напоминаю 26 ноября 2015 года Четверг По Одному Из Современных Календарей 25 День Месяца Новых Даров 7524 Лета Неделя По Одному Из Древних Календарей Новое Видение Велесовой Книги Такова Тема Сегодняшнего Живого Эфира Была Валерий Данилович Осипов И Юрий Алексеевич Тяжлов Главный Соведущий Кто Нам Очень Много Что Поведал Желаем Всего Самого Доброго До новых Встреч Услышимся Редактор субтитров Корректор Субтитров